так добрый день друзья я надеюсь что вы меня видите уже и слышите я надеюсь что вы меня видите слышите также здесь все в порядке так добрый день друзья я надеюсь что вы меня видите так очень хорошо у нас больше ста участников и я смотрю здесь участники приветствуются и приветствуют друг друга кто из какого города и все такое так сейчас одну секундочку здесь немножко лояута себя на экране выставлю так что мне удобнее было работать вот комната такая большая чтобы я видел свои заметки так ну что ж ну что ж я время от времени тут буду переключаться так ну что ж давайте поговорим о бизнес-бустере это наша новая программа эта программа по систематизации вашего бизнеса ну и собственно говоря я высоцкий александр основатель компании высоцкий консалтинг и создатель бизнес-бустера я сегодня хотел бы вам рассказать о систематизации бизнеса о том что вообще в этой области происходит как со всеми этими проблемами справляться в общем-таки за плечами уже там больше 600 консалтинговых проектов и я думаю что это будет довольно полезно на самом деле для вас послушать как как собственно вводить компанию на новый уровень с точки зрения системности и мы с вами рассмотрим сейчас определенный набор инструментов которые в принципе для любого бизнеса вот чем бы вы не занимались какой бы сфере какой индустрии вы не относились актуален для любого совершенно бизнеса и первое что я хотел бы ну буквально два слова наверно себе скажу чтобы как-то вас сориентировать консалтинговые компании уже больше 10 лет на сегодняшний день на самом деле больше 650 проектов мы уже сделали успешных самых разных областях в самых разных индустриях это и интернет-бизнесы это и начиная с розничных сетей розничных магазинов продолжая производствами включая всевозможные сервисные компании то есть самых разных индустриях как-то мы подсчитывали что больше 30 разных отраслей мы закрываем своим сервисом довольно успешно вот и в общем то на протяжении многих лет наша компания и я был известен нашим проектом который называется школа владельцев бизнеса вот и этот проект на котором собственно говоря шаг за шагом постепенно инструменты внедряются я являюсь не теоретиком то есть я вышел не из академической среды я являюсь практиком и в общем я начал заниматься инструментами управления и вникать в эту область тогда когда у меня у самого появились как у владельца нескольких производственных компаний когда у меня появились проблемы с управлением когда компании подросли когда компания начала буквально штормить из-за организационного хаоса и знаете вместо того чтобы чувствовать себя таким уверенным владельцем бизнеса который управляет всем этим я почувствовал себя таким следствием каким-то грузом под каким-то прессом обстоятельств и начал искать решение но это давно уже было это было около 20 лет назад вот в конце концов все это привело к тому что и в своем бизнесе порядок навел ну и в конце концов перешел полностью в консалтинг сегодня вот компания которую я создал я говорю сейчас о консалтинговой компании у нее много продуктов есть онлайновые продукты есть оффлайновые продукты эта компания уже работает нескольких странах то есть головной офис находится в сша в нью-йорке вот где я сейчас нахожусь и провожу этот вебинар собственно говоря у нас есть филиал на тайване мы собираемся открыть филиал в китае и у нас несколько филиалов на территории русскоязычной это москва это киев минск алматы вот но и мы постоянно расширяемся также пока я занимался тем что помогал строить системный бизнес я написал издал несколько книг эти книги тоже играют важную роль в тех услугах которые мы предоставляем то есть они такие достаточно технические скажем так в общем то о чем я сегодня вам буду рассказывать имеет непосредственное отношение к развитию вашего бизнеса к вашему будущему и все это основано на практике проверено практикой ну и конечно не без не без теории ну и прежде всего хотел бы обозначить кому этот вебинар будет полезен конечно это первую очередь владельцы бизнеса те кто создают бизнес это те кто обычно начинает с нуля при этом достигнув определенных результатов убедившись что подход в бизнесе уже работает и все окей в целом с точки зрения продукта то есть востребованный есть какой-то сервис есть какой-то востребованный товар или продукт но при этом возникает ощущение что компания как-то не так управляется и в результате хочется покинуть эту компанию выйти из оперативки ну это естественное стремление потому что создатель бизнеса в общем должен заниматься на самом деле стратегическими вопросами а не оперативным управлением и поэтому вы чувствуете как так или иначе создатели бизнеса как создатели бизнеса вы чувствуете что если вы не занимаетесь решением оперативных вернее стратегических вопросов этим собственно говоря никто не занимается то есть неизбежно такое происходит если если вы с этим сталкивались если у вас было когда-нибудь вот такое ощущение что вы чем-то не тем занимаетесь что вроде как это не ваш круг вопросов заниматься оперативкой поставьте десяточку пожалуйста мне в чат чтобы я видел что там на той стороне вы есть я буду видеть ваши ответы к сожалению с небольшой задержкой но я их увижу так еще один момент который возникает о я уже начал получать тысячи это хорошо то есть это очевидно что это для вас актуально очень приятно хорошо еще как бы такой момент когда хочется роста вы видите что модель работает в целом что ваша идея бизнес идея в целом удалась но вы где-то застряли на каком-то определенном уровне и понимаете что при увеличении количества сотрудников возникнут какие-то проблемы с которыми не хочется справляться и в общем непонятно как на самом деле это выращивают каком-то масштабе это работает но дальше как идти непонятно у меня среди клиентов таких примеров очень много если у вас такое 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 есть тоже поставьте мне пожалуйста десяточку в чат бывает такое что опять же хочется продать бизнес но так как он великолепная без бизнес идеи есть хорошие покупатели хорошие инвесторы бизнес идея мега перспективная все работает но компания настолько не системная что это страшно показать потенциальному покупателю потенциальному инвестору ну потому что если он на это посмотрит у него энтузиазм в отношении приобретения бизнеса совершенно улетучится то есть если у вас есть такая ситуация поставьте мне пятерочку чтобы я отличил что это вот это другой вопрос ну и а бывает такое что вы несколько лет в одном бизнесе и в целом все идет очень хорошо и вы видите какую-то мега перспективную идею которая могла бы принести пользу вам этому миру и большому количеству людей но вы настолько застряли как бы в текущем что нет совершенно никакой возможности заниматься новыми проектом новым бизнесом как бы это не хотелось и в результате начинаешь ненавидеть свое детище если с вами такое случалось поставьте мне двойку в чат я пойму что это актуально для вас в общем когда эти проблемы возникают можно сказать вот если у вас такие проблемы есть если этого чувствуешь вы это чувствуете то можно сказать с уверенностью что это вебинар точно для вас и что вы здесь найдете ответы на множество вопрос ну вопросы конечно о том почему так происходит чего не хватает точности и как с этим справляться то есть я здесь расскажу вам о том как с этим справляться у нас богатый опыт в отношении этого вообще я не не любитель каких-то знаете пиаровских вещей каких-то очень громких заявлений я себя больше как бы позиционирую я являюсь больше таким человеком техническим то есть я конструирую продукты строю системы и поэтому я не буду заниматься шапкозакидательством но хотел бы вам вот некоторые вещи показать чтобы это все для вас работало это сразу хочу вас предупредить что этот вебинар будет не короткий потому что как говорится вы долго залазили в этот траншея копатель то есть вы долго работали над тем чтобы попасть в эту ситуацию в которой вы находитесь поэтому даже объяснить о том как из нее выбраться за пять минут к сожалению не получится поэтому этот вебинар если вы будете активно задавать вопросы и я постараюсь на них отвечать то он обычно занимает около трех часов если он будет скучным никому не интересным а то займет около двух я надеюсь что он займет около трех часов поэтому подготовьтесь пожалуйста к этому что это будет длинный вебинар длинный но очень важный потому что к сожалению решение этой проблемы комплексная я постараюсь вам без утайки обо всем рассказать и я могу вам пообещать что если вы внимательно воспроизведете поймете эти идеи которые на этом вебинаре рассказываю то вы по-новому абсолютно по-новому будете смотреть на свой бизнес и вы увидите там очень много интересных перспектив запись будет ли запись я я буду посматривать время от времени в чат и отвечать на ваши вопросы здесь есть вопросы о том что будет запись да возможно возможно будет запись посмотрим если если получится если это сработает так поэтому для того чтобы эти три часа для вас хорошо правильно прошли пожалуйста отключите телефон пожалуйста возьмите какой нибудь я не знаю на компьютере там или вам удобнее на бумаге записывайте идеи которая возникает потому что идей будет много и задавайте вопросы если у вас они у вас есть собственно участвуйте в обсуждении пару слов буквально скажу о себе на сегодняшний день наша компания наверное все таки является лидером а в области систематизации бизнеса как я уже сказал больше шестьсот пятидесяти проектов разных индустриях мы предоставляем услуг на сегодняшний день больше чем на 10 миллионов долларов в год и прямо сейчас у нас на консалтинге находится около двухсот компаний на разных у нас есть два основных наших продукта это офлайновая программа школа владельцев бизнеса и онлайновая программа которой я особенно горжусь о которой тоже буду обязательно говорить на этом вебинаре называется на бизнес бустер это онлайновая программа по наведению порядка в компании по построению системы управления вот на этих двух программах у нас сейчас находится около 200 компаний и мы постоянно растем и уже мы как я уже говорил мы предоставляем сейчас на трех языках это русский язык английский язык и китайский язык вот так что если у вас есть друзья какие-то англоязычные можете тоже к нам направлять наш план на эти на эти два три часа значит первое я вам расскажу о том какие предубеждения есть какие вообще есть проблемы в области управления дальше вам расскажу про основные этапы три этапа построения бизнеса построение системы что зачем нужно сделать и конечно вам дам подоб достаточно подробно объясню в какой последовательности что надо в компании менять для того чтобы в конце концов вы вышли на на какую-то системную на какую-то систему я с удовольствием пройдусь по типичным каким-то заблуждением ошибкам ну и вам несколько кейсов несколько примеров обязательно вам приведу расскажу для того чтобы вы видели что все это очень достаточно живое работающее ну и конечно в конце будьте готовы что я презентую нашу программу бизнес бостер потому что программа уникальная ничего подобного на сегодняшний день нет и наверное не скоро еще какие-то аналоги могут появиться то есть это довольно такая уникальная программа аналогов которой нет поэтому я с удовольствием в конце об этом расскажу и так так что мне здесь нажимать нет это не нажимается так хорошо ну давайте проложные убеждения немножко немножко проложные убеждения буквально немножко что у нас здесь есть бывает такая такое отношение знаете иногда и когда я читаю рекламу тренинговых консалтинговых компаний в интернете проскальзывает что-то такое на эти владелец бизнеса который лежит в шезлонге у него в руках коктейль маргарита или вокруг красотки и он смотрит таким утомленным взглядом на то что происходит вокруг и это карта такая картинка человека который построил бизнес и только дзинь дзинь от эсэмэсок тешит его так сказать слух потому что ему деньги поступают на его расчетный счет значит сразу могу сказать это полная мура это совершенно дикая картина которая никогда не будет воплощена в жизни слава богу потому что у владельца бизнеса есть своя работа то есть это невозможная картина которой я никогда ни одного клиента не приводил и не собираюсь но какая картина возможна это тогда когда все оперативное управление осуществляется внутри компании а владелец занимается действительно важными стратегическими вопросами развития какую сторону развивать продукт какую сторону развивать технологии как какую стратегию осуществлять и так далее безусловно это настоящая работа владельца не означает что он должен каждый день ходить на работу с девяти до шести конечно у владельца бизнеса который занимается вопросами развития гораздо более свободный график но тем не менее это профессиональная деятельность это профессиональная работа то есть быть владельцем бизнеса это профессиональная работа и поэтому пляжи не обещаю но буду обещаю интересную хорошую продуктивную работу следующие заблуждение которое есть я не знаю вы сталкивались с ним или нет сейчас я вас спрошу попрошу написать чат главное значит нанять какого-то хорошего менеджера сейчас я найму какого-то красавчика с большим опытом работы и он придет и наведет порядок моем бизнесе и многие владельцы бизнеса хотят именно таким образом поступить из них процентов девяносто пять в конце концов разочарованы потому что этот руководитель в лучшем ну как правило он не на самом деле не может построить никакой системы а если даже кто-то и строит систему то в конце концов это очень разрушительно для компании потому что он строит какую-то свою систему и в конце концов это все равно заканчивается очень-очень плохо если у вас такое было поставьте пожалуйста плюсик в чат потому что я с этим сталкиваюсь в бизнесе регулярно называется давайте купим классного директора и он нам все сделает за большие деньги и мы будем счастливы что там в этом роде если вы с этим сталкивались поставьте плюсик чат следующее о я не думал что это настолько распространено ничего себе так найти менеджеров которые заботятся о вашем бизнесе невозможно и все равно это знаете другая крайность дескать вы та самая несчастная тягловая лошадка которая всю жизнь будет в одиночку тащить этот бизнес и никто никогда не поможет на самом деле в этом нелегком труде преданных людей не существует хороших менеджер не существует это просто другая крайность на самом деле полная ерунда конечно потому что хоть скользь либо значимую кампанию невозможно создать без команды руководителей лидеров и это довольно такой интересный факт потому что некоторые руководители действительно думает что мне нужны классные некоторые владельцы причите думают что мне нужны классные топ менеджер и они мне наведут порядок и построить системы это полная ерунда потому что на самом деле классная система создает руководителей. Если у вас есть хорошо налаженный бизнес, в нем вырастают хорошие системные правильные руководители. Но мой собственный бизнес тому пример, потому что всей деятельностью в СНГ, в разных странах управляют другие люди. Это люди, которые выросли в компании, которые выросли в системе и так далее. Поэтому я могу сказать, найти менеджеров, которые заботятся можно, но только если у вас системная компания, и вы ищите этих менеджеров, в основном внутри своей компании, выращивайте их. Если у вас был когда-нибудь опыт выращивания менеджеров внутри своей компании, поставьте мне, пожалуйста, цифру 3. Так, ну и вот, собственно говоря, вот это ложное убеждение, ложное убеждение, на самом деле, чем плохи? Они создают такой хаос, они создают, спасибо большое за цифры, они создают хаос, они создают такое замешательство, в котором нет действия, в котором не хочется действовать. Вообще ложь нас останавливает, на самом деле. Так, ну что ж, давайте посмотрим на три этапа построения бизнеса. Вы на каком-то из них однозначно находитесь. Первый этап – это ручное управление. Ручное управление, ну, это простая штука, это, знаете, когда вы только задумали и начали воплощать свою бизнес-идею в жизнь, и, конечно, в этот момент вас совершенно не беспокоят никакие инструменты менеджмента и так далее, вам нужно выжить. Бери больше, хватай дальше, набираешь людей, раздаешь их задачи. И на этом этапе почему еще нам никакие инструменты управления не нужны? Потому что вам, на самом деле, достаточно на этом этапе понимать, как варить этот борщ, или как, ну, как продавать, если это торговая компания, либо как строить дома, если это строительная небольшая компания. и вам достаточно понимания, собственно, самой технологии, вот это то, что мы называем технологией производства продукта или предоставления сервиса, плюс у вас есть здравый смысл, и этого достаточно для того, чтобы управлять небольшим количеством людей. И в этом могу вам сказать, что вот на этом этапе возникает даже такая эйфория. Ну что ж, наконец, моя идея реализовалась, дела поперли, у меня есть доход, я теперь настоящий владелец бизнеса, и когда в этот момент кто-то даже подходит и говорит, слушай, дружище, давай-ка это, может, тебе систематизировать как-то твой бизнес, ты на него смотришь и думаешь, да какой систематизировать, все и так прет замечательно, доход, прибыль растет, рентабельность, ого-го, на самом деле. Я помню прекрасно, когда я был на этом этапе ручного управления, если бы кто-то мне предложил построить систему управления в этот момент, я бы просто рассмеялся в лицо, потому что я начал зарабатывать, деньги, доход, понимаете, машины, квартиры и все остальное. Ручное управление. Но если это продолжается какое-то время, слишком долго, мы понимаем, что на этапе ручного управления долго не удержаться, надо как-то расширяться. Ты можешь контролировать 10, 20, 30 человек вручную. Я могу сказать, что я сломался первый раз, я сломался где-то на 60, у меня было 60 человек, и я почувствовал, что-то мне тяжело ими управлять вручную, что-то как-то это становится слишком хаотично. Денег много, компания все больше, а все больнее и больнее. Рабочий день все длиннее и длиннее, стресса все больше и больше. Поэтому возникает естественное желание перейти на второй этап. Второй этап – это тогда, когда у вас появляются менеджеры, и вы управляете менеджерами. Простая штуковина, естественная идея. Давайте наймем начальника отдела продаж, РОПА. Давайте наймем начальника производства, давайте наймем кого-то, кто будет управлять финансами. И здесь происходят просто волшебные вещи, просто чудесные вещи. Вы нанимаете руководителя отдела продаж, до этого вы сами руководили парой-тройкой продавцов, вы нанимаете руководителя отдела продаж, и бац, они перестают продавать. Они начинают продавать хуже, чем они продавали без руководителя отдела продаж. Или вы нормально, в принципе, как-то управлялись производством, вы наняли руководителя производства, и дела пошли еще хуже. Это удивительно, потому что вы сидите и думаете, что не так с людьми. Я не являлся профессиональным руководителем отдела продаж. У меня самого не было особого опыта в этой области. Нельзя сказать, что у меня было какое-то образование в этой области. Я нанял человека, у которого есть опыт, он работал и там, и сям, и все такое. Я его поставил на эту область, и дела пошли хуже, чем они шли дальше. Мои расходы увеличились, потому что теперь я плачу ему зарплату, а результатов нет. Кто сталкивался с этим, поставьте два плюсика, пожалуйста, в чат. Потому что это такая известная боль. Ты нанимаешь менеджеров, а дела идут все хуже. Это второй этап. Почему так происходит? Спасибо большое. Я вижу, что я и мои 650 клиентов, они не одиноки. Есть еще несколько человек в этом мире, для кого это реально. Теперь смотрите, почему так происходит. Это довольно естественная штуковина. Дело в том, что? Помните, на первом этапе, почему мы успешны? Потому что мы знаем технологию, по которой эти люди производят продукты. Мы знаем технологию, по которой наши подчиненные производят результаты. И плюс здравый смысл. Но почему у нас не получается тот же самый фокус, когда появляется менеджер, между исполнительными и нами появляется менеджер? Потому что менеджер работает по какой-то технологии управления. А мы не знаем технологию управления. Понимаете? И поэтому недостаточно здравого смысла, и поэтому все начинает сбоить. И то, что я сейчас говорю, вы прекрасно знаете. Но если вы каким-то чудом проскочили все-таки через этот этап, то есть вам на втором этапе, на самом деле, чтобы передать работу менеджерам, нужно построить базовый, нужно внедрить базовые инструменты управления, нужно построить систему. И если вы успешно это сделали, вот тогда вы переходите к этому желанному третьему этапу, вы выращиваете менеджеров, это можно сделать довольно быстро, на это нужны не годы, на это нужны месяцы. Вы выращиваете менеджеров, и они берут на себя управление оперативное, а вы начинаете действительно заниматься вопросами развития. И в этот момент ваша компания начинает развиваться намного-намного быстрее. Может возник вопрос, почему быстрее? Это удивительно. Вы понимаете, при построенной системе управления. Собственник выходит из оперативного управления, а компания начинает развиваться быстрее. Ну, это на самом деле не так уж удивительно. Почему ваш бизнес в самом начале развивается с самой высокой динамикой? Просто по той причине, что в самом начале бизнеса вы выполняете роль стратега. Когда вы начинаете новый бизнес, у вас есть планы, вы планируете, вы продумываете, как обойти препятствия и так далее, а потом в каком-то смысле с ростом компании вы погрушаетесь в текучку, и у вас не хватает энергии и сил для того, чтобы заниматься стратегией развития. Поэтому, когда вы на третьем этапе передаете оперативное управление, компания снова начинает взлетать. То есть эта динамика снова ускоряется, потому что просто вы, наконец, возвращаетесь к своей настоящей истинной функции, и компания начинает развиваться. У меня было множество примеров на самом деле. Вот, кстати, часто задают вопрос, вот как же, елки-палкины, чтобы построить систему управления, нужно столько усилий потратить, нужно столько времени потратить. И если мы тратим это время и силы, то, конечно же, наша компания как-то страдает, потому что в это время мы не продаем, что в это время мы ничего не точим там, ну, зависит от того, какой бизнес у вас, или не консультируем, если речь идет о консультантах. Но я могу вам сказать, вот у меня есть такой пример, это 9 лет назад. Кстати, 9 лет назад я начал вот эти, предоставлять вот эти консалтинговые программы, о результатах которых я обычно вам говорю. И это была первая программа, она стартовала, там было 10 владельцев бизнеса, один из них Анатолий Тельбух, это владелец компании ТСО, это компания сейчас национального масштаба, производит школьную мебель, школьные доски. Но когда он пошел на эту программу, у него просто не было денег, он не из Киева, эта программа впервые предоставлялась в Киеве, а он жил, работал в Харькове. И у него было настолько мало денег, что ему приходилось на плацкарте ездить в Киев на того, чтобы там проходить какие-то занятия, тогда это было только в офлайне и так далее. И это было очень тяжело. Ему было очень тяжело оплачивать наши услуги, хотя тогда это стоило совсем недорого. И я видел, насколько ему тяжело. Но вы знаете, что произошло? За первый же год после того, как он навел порядок в системе управления своей компанией, его доход увеличился в 17 раз. 17 раз. Я знаю, что это нетипично, что это фантастическое значение, но тем не менее я об этом говорю, потому что это правда. И это, когда я смотрю на Фейсбуке, наблюдаю время от времени за жизнью моих клиентов, а особенно самых первых, понимаете, самые дорогие. Я вижу, как Анатолий путешествует по всему миру, я вижу, как меняется его жизнь, я вижу, как сильно выросла его компания и так далее. И она, представляете, прошло 8 лет уже с момента завершения программы, даже больше 8, и его компания продолжает расти и продолжает расти, он открывает новые бизнесы. Сердце радуется, когда смотришь на это. Вот. Почему и когда, собственно говоря, нужна система управления, так чтобы это немножко подытожить? Ну, первое, как бы компания застряла и не растет. Вы знаете, что продукт и рынок позволяют, но компания не растет по внутренним каким-то причинам. Второй признак – это то, что есть определенный стресс, руководители перегружены. И я на этом вебинаре, на этом мастер-классе вам расскажу, как система управления связана с перегрузкой руководителей. Вы это увидите, вы прямо скажете, вау, теперь я понимаю. То есть, почему, откуда берется стресс руководителей. Следующий признак – это тогда, когда вы видите талантливых людей, которые работают, приходят работать в вашу компанию, они накапливают экспертизу, они накапливают опыт, они достигают какого-то уровня, и они покидают вашу компанию. Ну, с такой точкой зрения, что я уже перерастаю эту компанию. Ну, им кажется, что они перерастают эту компанию, и они не видят дальнейшей перспективы. Если у вас когда-нибудь такое было, поставьте, пожалуйста, мне пятерочку в чат. Да, ну и, а также есть проблемы с наймом хороших, сильных людей. Вот это все является признаками того, что необходима система управления. То есть, если с вами такое было, то это значит, что есть проблемы с системой управления, и их нужно быстренько решать. Ну, давайте посмотрим на то, как все-таки ее строят. Сразу хочу вам сказать, что я не могу обещать, что после этого мастер-класса вы сразу же пойдете и построите все замечательно. Ну, есть такие вопросы, которые, ну, нельзя решить с очень такой, знаете, с короткого, с короткой дистанции, с короткого прыжка. То есть, требуется немножко больше усилий. Но я знаю другую вещь, что если вы, как создатели, архитекторы бизнеса, знаете, как правильно решать проблему, с чего начать и чем продолжать, то это происходит. Вот я за много лет убедился, что если владелец бизнеса знает, точно дорогу, маршрут, то рано или поздно его компания, этот маршрут обязательно проходит. Поэтому все начинается с вашего понимания, как, в какой последовательности действовать. И первый шаг. У нас достаточно много, много опыта, на самом деле, в том, как последовательно строить. Одна, кстати, из ошибок, когда владельцы бизнеса пытаются наладить что-то, обычно они путают последовательность. Они пытаются, ну, не знаю, внедрить какие-то изощренные инструменты, там, управления финансами, а при этом в компании нет очень фундаментальных базовых вещей. Я думаю, сейчас я буду рассказывать, и вы прямо почувствуете, что это так. И первый, первый очень важный шаг – это идеология. Некоторые думают, что это вообще не про бизнес на самом деле. Знаете, есть много ложных данных в отношении того, в отношении идеологии, потому что мы привыкли, что идеология имеет отношение к политике. Некоторые считают, что это все просто болтовня, пустые слова, все эти миссии, визии, цели, замыслы, все это прекрасное будущее, которое мы описываем нашим сотрудникам, которые мы их стараемся вдохновить, что это просто какая-то, на самом деле, ерунда, которая не влияет особо на результаты, а управлять надо с помощью каких-то твердых вещей. Ну, есть вот такая точка зрения. Есть такая точка зрения, что вот эти миссии, высокие цели – это просто какая-то манипуляция. Знаете, кстати, слово манипуляция – это когда мы заставляем человека делать неосознанно. Причем манипуляция – это когда мы заставляем его делать неосознанно, и он от этого еще как-то страдает и даже не замечает. Некоторые считают, что продвижение идеологии цели – это прямо какая-то манипуляция сознания. Или, знаете, есть еще такая точка зрения, что когда продвигаются цели, миссия, это прямо свойственно только каким-то большим компаниям, корпорациям, а для небольшой компании это является неважным. Но к чему мы здесь на самом деле приходим, если идеологии отсутствуют? Я думаю, сейчас я простой пример приведу, например, вы хотите внедрить CRM, обычное совершенно дело, вы пытаетесь внедрить CRM, и у вас какой-то уже же существует какой-то стандарт работы, к которому привыкли ваши продавцы, ваши менеджеры отдела продаж, и когда вы пытаетесь внедрить этот CRM, то происходит какая-то совершенно удивительная непонятная штука. Ваши хорошие, в принципе, продуктивные, результативные ребята, они вдруг встают на дыбы, и они начинают вас кусать, они говорят, нет, нам это не надо, зачем нам это, и вы начинаете вместо того, чтобы вот естественно было бы, чтобы они поддерживали, чтобы прям какой-то энтузиазм в отношении этого излучали, потому что в конце концов им легче будет работать, они больше результатов получат, и у них доход будет выше, потому что бонусы будут выше, и вообще работать будет кайфой в компании. Но почему-то они становятся на дыбы, и вы чуть ли не заколачиваете этот CRM там в отдел продаж, или внедряете какую-то другую технологию. Кто сталкивался с этим? Поставьте мне, пожалуйста, семерочку в чат. Причина. Почему это происходит? Смотрите. Дело в том, что вы хотите что-то изменить в бизнесе, внедрить что-то, изменить что-то. И у вас есть цель, у вас есть причины, почему вы хотите это делать. Вы хотите большего будущего, развития и так далее. Но есть ли такие причины у них? Мы фактически ведь имеем здесь дело с низкой мотивацией. Низкая мотивация – это когда людей, по сути, не интересует особенно будущее этого бизнеса, не интересует компания, они не сильно вовлечены, они не сильно болеют за эту компанию. И поэтому вот это то, что мы называем низкой мотивацией. И поэтому любые попытки что-либо изменить наталкиваются на какую-то бетонную стену. Я могу вам сказать, это естественная штука. Если вы не занимаетесь, вот как первым этапом систематизации бизнеса, если вы не занимаетесь созданием правильной идеологии и продвижения этой идеологии, если вы не вовлекаете в идеологию сотрудников, то любые организационные изменения становятся просто нечеловечески сложными. Я, кстати, ненавижу на самом деле сложные вещи. Поэтому обычно, когда мы осуществляем такие проекты, мы, конечно, в первую очередь разбираемся с идеологией для того, чтобы все остальное пошло легко. Да, поэтому это нужно начинать с идеологии. То есть ведь на самом деле именно идеология отвечает на вопрос, зачем нам нужно лезть из кожи, зачем нам нужно учиться новому, зачем нам нужны все эти организационные изменения. По сути, когда у вас отсутствует идеология, она не принимается, вашими сотрудниками, это проблема с мотивацией. В результате, конечно же, что происходит, да, вместо того, чтобы люди испытывали желание помочь компании улучшить ее, вы пытаетесь покупать. Давайте заплатим больше, они начнут переставлять ножки быстрее. Кстати, могу сказать, работает хреново, не хотят они переставлять ножки быстрее, даже если платишь больше. Дальше, что еще происходит? Вы начинаете, естественно, вы же понимаете, что надо внедрить эту систему, надо внедрить этот CRM или что-то еще, вы начинаете на них давить, и самые сильные сотрудники говорят, да пошли вы к черту, я найду себе работу в другой компании. И правда в том, что если они классные специалисты, они таки могут найти работу в другой компании, а мы теряем колоссальные на самом деле ценности, потому что любой квалифицированный классный сотрудник имеет колоссальную ценность. Вот. Ну и последнее, если слабая идеология в компании или отсутствует идеология, конечно, привлечь сильных, умных, осознанных, вдохновленных людей очень-очень сложно. Сегодня могу вам сказать, люди, поколения миллениалов, современные люди, они не хотят работать только за деньги, они уже давно не хотят работать за деньги. Даже поколение Pepsi, которое предшествует миллениалам, уже не хочет работать за деньги, они хотят работать за какую-то большую цель. Для миллениалов также важно самовыражение, для них присоединиться к какой-то большой интересной цели, для них это дело личного самовыражения. Понимаете? Вот. Поэтому я могу вам сказать такую вещь, вот есть такая шкала побудительных мотивов, в двух словах просто по ней пробегу, что всех людей можно разделить на четыре категории. Первое – это люди, которые находятся на уровне чувства долга. Это люди, которые в вашей компании, это те, кто говорят, я действительно хочу, чтобы эта компания процветала, я действительно, мне нравится это, я действительно хочу иметь с этим дело. Это люди с чувством долга. Да, это не значит, что им не надо платить деньги, мы им платим деньги, и для них важны блага, но все-таки они любят компанию, и они работают в этой компании, потому что они любят, и они будут в ней работать, ну, до тех пор, по крайней мере, пока мы создаем приемлемые нормальные условия, и пока мы на этой цели. У кого в компании есть такие люди? Поставьте мне два плюсика, пожалуйста, в чат. Следующий уровень – это уровень личной убежденности. Это ребята, у которых уже, ну, знаете, это не те люди, которые привержены целям компании, ее светлому будущему, это те люди, которые работают, когда они выполняют работу, они скорее следуют какому-то собственным принципам. Знаете, профессиональный бухгалтер, который говорит, да мне, в принципе, все равно работать, где мне бы лишь бы, ну, то есть, где бы я не работал, я все-таки сделаю так, что бухгалтерия будет в полном порядке, с иголочки, комар носу не подточит. Или это руководитель отдела продаж, который говорит, да мне все равно, в какой области управлять продавцами, но если я управляю продавцами, эта работа будет классно организована, мы будем продавать много, мы будем выжимать максимум. Понимаете? Это люди, у которых есть принципы, и они работают ради собственных принципов. Хорошие ребята, потому что у них тоже высокая мотивация, достаточно высокая. Она ниже, чем чувство долга. Почему она ниже? Просто по той причине, что если их принципы начинают вступать в разрез с целями компании, то эти ребята начинают буксовать. Но, тем не менее, вам не надо подталкивать их очень сильно. У кого есть такие ребята на уровне чувства, личной убежденности? Поставьте, пожалуйста, три плюсика в чат. О, я смотрю. Ребята, у вас много людей, у многих есть ребята на уровне чувства долга. Это круто на самом деле. Это круто, а это значит, что вы кое-что понимаете в создании идеологии. Очень хорошо. Да, я вижу, что есть люди на личную убежденность. Следующий уровень – это личная выгода. Это люди, которые работают в вашей компании уже не для того, чтобы какие-то свои принципы реализовать и так далее, а просто потому, что им что-то надо. Им нужен статус, им нужен опыт, им удобно ездить на работу, им нравится оборудование или компьютеры, они приобретают какие-то навыки. Они надеются в будущем найти работу в какой-то более крупной компании, и поэтому им нужна ступенька. Они используют вашу компанию как ступеньку. Это уровень личной выгоды. Это люди, которые – это такие люди-калькуляторы. С ними очень тяжело работать, они не лояльны. Ну, то есть они лояльны ведь только тому, что они хотят получить, и они такие, как калькулятор. То есть когда вы хотите от них получить там нечто большего, у них сразу первый вопрос, который возникает – это, елки-палки, нужно ли мне это действительно делать, чтобы я продолжал получать то, что я хочу. Это, кстати, вот те ребята, которые возмущаются, когда вы начинаете внедрять какую-то систему управления или CRM, потому что они видят, а, это больше работы, мне теперь надо что-то еще дополнительно изучать, надо давить на какие-то кнопочки, и это сложно. И они пытаются этого избежать. И они на самом деле используют, следуют вашим правилам, только если вы там щелкаете кнутом, выставляете им какие-то рвы с крокодилами, выкапываете так, чтобы они никуда не могли деться. Ну и последний уровень мотивации, самый унылый – это уровень мотивации и деньги, это когда для человека даже вообще не важно, что он делает, даже личные выгоды не важны, ему лишь бы побольше денег платили, он готов заниматься чем угодно. Кстати, этот уровень на самом деле очень редко, вот последний уровень деньги встречается довольно редко в бизнесе, потому что все-таки обычно людям есть, у них есть какие-то предпочтения, чем заниматься, что делать и так далее. Но тем не менее, смотрите, условно можно было бы эту шкалу разделить на две части. Два верхних уровня – это люди, которые самомотивированы, то есть которые преодолевают, действуют, им это нравится. И люди на двух нижних уровнях – это люди, которые все отталкивают, это люди, которые нелояльны, это люди, на которые уходит очень много усилий. Так вот, теперь самая главная идея. Смотрите, если вы не создаете, не продвигаете идеологию, у вас не будет людей на верхних уровнях. И, грубо говоря, процент людей, которые у вас, в вашей компании, на верхних уровнях шкалы побудительных мотивов – это, конечно же, полностью зависит от того, насколько правильно, хорошо вы продвигаете идеологию. И ни от чего больше. И ни от чего больше. Ну, если в целом, чтобы просто у вас не зависало внимание и не напускать по этому поводу тумана, идеология включает в себя наши цели долгосрочные, включает долгосрочные замыслы. Замысел – это как мы идем. Иногда объединение целей и замыслов называют миссия. Ну, когда какая-нибудь компания, например, Грунфос – это насосники, международная компания по производству насосов. Они говорят, наша миссия и основа нашего существования – успешно проектировать, производить и продавать насосы, насосное оборудование по всему миру, повышая качество жизни и защищая окружающую среду. По сути, это цель и замысел. То есть мы хотим сделать так, чтобы мир был лучше и качество жизни людей было лучше. Это долгосрочная цель. И замысел – это проектировать, производить, продавать насосы и насосное оборудование. И у них есть какая-то идеальная картина, то есть как должна выглядеть компания в этом замечательном материальном мире. Вот эти три составляющие, они, в общем-то, можно сказать, формируют идеологию компании. И первый инструмент, и первый очень важный, очень такой сложный инструмент, фундаментальный инструмент. Кстати, один лишь только этот инструмент, наверное, позволил бы на много процентов или десятков процентов увеличить доход любой компании, если его правильно применять. И вот этот вот инструмент фундаментальный, мы, кстати, его всегда внедряем до всех остальных, потому что без приведения в порядок идеологии любые организационные изменения, любые взаимодействия с людьми, любые изменения становятся очень тяжелыми, очень сложными и очень болезненными для руководителя. Поэтому, как я уже говорил, мы не любим тяжелую работу, мы стараемся ее облегчить. Поэтому мы сначала работаем с идеологией. Теперь у меня к вам вопрос. Что касается шкалы побудительных мотивов? Я сейчас слайд обратно верну. Как вы считаете, есть первые люди на уровне чувства долга и личной убежденности? Это группа номер один. И есть люди на уровне личной выгоды и денег? Это группа номер два. Как вы считаете, какое у вас соотношение первой группы и второй? То есть, например, один человек на уровне чувства долга и личной убежденности против пяти на уровне личной выгоды и денег. Поставьте один дробь пять. Вот поставьте свое соотношение в чат. Интересно было бы посмотреть, как это у вас. У меня такое ощущение, что в моей компании это как минимум 50 на 50. Но не в смысле, что я не встречу динозавра или встречу на улице, а в смысле, что действительно примерно половина, ну, наверное, даже больше на уровне чувства долга и личной убежденности, а вторая половина ниже. Один к четырем. Пять, о, Боже, пять сорока пяти. Два к шести. Два к одному, Евгений. Я вас поздравляю. Отличная, фантастическая. Антон, семьдесят тридцати. Вау. Альберт, восемь к двум. Дмитрий, один к четырнадцати. Это печально. Я так понимаю, что один это вы. Тридцать семидесяти. Пятьдесят на пятьдесят. Ага, хорошо. Хорошо, ребят. Ну, что, я вижу разное соотношение. Два к одному. Вот я могу вам сказать, если у вас есть еще один такой феноменальный эффект, чем меньше компания, тем больше, чем выше это соотношение, тем больше, скажем, людей более мотивированных. Причина здесь такая, что даже если вы в совсем маленькой компании не очень системно, технично работаете с идеологией, то за счет того, что компания маленькая и люди к вам близки, они все-таки вот эти ценности, они у вас слышат. Они как-то более близки. Но если вы все равно это не продвигаете системно, то с ростом компании вот это соотношение людей начинает меняться. Спасибо большое. Очень интересные данные вы только что предоставили. Мне надо будет потом их из чата обязательно забрать. Я буду хищнически их использовать в других материалах. Два к одному. Ага, отлично. Два к одному – это хорошо. Хорошее соотношение. Так, следующий шаг. Итак, идеология. Я думаю, что вы уже почувствовали, что это значит. Следующий шаг, очень фундаментальный, это организующая схема. Организующая схема, то есть структура вашей компании. Как она выглядит структурно? В отношении этого есть тоже много фантастических идей. Я не перестаю, на самом деле, с этими идеями бороться с разными. Я написал книгу, большую, довольно популярную книгу по созданию организующей схемы. Значит, ну, первая, конечно, идея – это то, что меня всегда бесило в этой области. Знаете, я впервые лет 20 назад задумался над тем, а какая же должна быть структура у моей компании. Реально, это не 20, конечно, 25 лет назад я впервые задумался. Ну, и так как у меня образование, ну, нормальное, высшее образование, естественно, если ты имеешь вопрос, куда ты идешь? Ну, библиотеку или книжный магазин. Вот я пошел в книжный магазин, в библиотеку и начал читать учебники по менеджменту. И в большинстве из них было написано, была глава про структуру компании, конечно же. И там было написано что-то вроде того, структуры бывают линейные, они бывают вот такие, они бывают вот сякие, иерархические, матричные, тра-та-та-та-та. И в конце какая-нибудь такая гениальная мысль. Ну, а теперь вам надо выбрать ту, которая вам лучше подходит. Это очень смешно. Это абсолютнейший бред. Почему? Потому что логика простая, логика подсказывает, что если в этом мире, скажем, 10 миллионов ресторанов, а я думаю, что их намного больше, то и из них есть какой-то определенный процент очень успешно организованных, то, скорее всего, структура этих ресторанов будет схожей. Если у нас есть там в этом мире сотни тысяч производственных компаний, и многие из них успешны, успешно развиваются и хорошо организованы, скорее всего, структура их будет схожей и так далее, и так далее. Понимаете? То есть я, как человек с инженерным образованием, я могу вам сказать, я ни за что никогда не поверю, что каждая компания должна быть уникальна и ей нужно выбирать. То есть есть схожие бизнес-процессы, поэтому есть совершенно схожие решения для этих вопросов. Ну и здесь тоже такая точка зрения, что, о, моя компания особенная, у меня своя структура. И ты начинаешь разговаривать с этим владельцем бизнеса и спрашивать, ну да-да, особенная, а у тебя, тебе нужно рекламировать, ага, а продавать, ага, а финансами управлять, ага, а тебе нужно управлять производством услуги или товара, да, а контролировать качество, да, а заниматься пиаром, да. Понимаете, в чем она уникальна? Сходный набор, на самом деле, функций, но мы это еще с вами рассмотрим более подробно. Какие проблемы возникают у нас, когда у нас отсутствует организационная структура? Значит, первое, очень простая, это хаос, потому что сотрудники не знают своих зон ответственности, своих областей ответственности. Они не знают, где начинается и заканчивается их область ответственности, и поэтому так много работы достается руководителям. Потому что есть такое правило в менеджменте, если сотрудника нет стопроцентной уверенности и понимания, что он должен сделать эту работу. Если ни у кого в компании нет уверенности и понимания, что он какую-то определенную работу должен сделать, то эту работу всегда будет делать руководитель. Потому что есть такое правило в менеджменте. Если сотрудника нет стопроцентной уверенности и понимания, что он должен сделать эту работу. Если ни у кого в компании нет уверенности и понимания, что он какую-то определенную работу должен сделать, то эту работу всегда будет делать руководитель. Ну, понимаете, грубо говоря, у вас в компании нет никого, кто отвечает за найм. Вы будете нанимать. Если у вас в компании нет никого, отвечающего за отчеты налогового, вы будете вносить отчеты налогового. Если нет никого, кто отвечает за улаживание недовольных клиентов, такое бывает в разных видах бизнеса. Прибегает тот и кричит кря-кря-кря. И если у вас нет структуры, из которой понятно, что Петя, Вася, Маша должны отвечать за улаживание этих недовольных клиентов, это всегда будет попадать к вам на стол и так далее, и у вас будет возникать проблема. Дальше еще одна проблема – отсутствие структуры. Мы не можем понять, где у нас слабое звено. Понимаете, есть хаос, есть отдельные люди, которые выполняют отдельные функции, они как-то пересекаются, но нет никакой четкой картины, и поэтому мы не можем сказать, вот сейчас наше слабое звено, там, не знаю, реклама, и нам нужно с этим справляться, и после этого все покатится, как по рельсам. Или наше слабое звено – это, там, не знаю, предоставление услуг, и все покатится, как по рельсам. Вот если нет структуры, мы это сказать не можем, а посему мы даже управлять толком на самом деле не можем. Ну и в конце концов, конечно же, все это решается через руководителя, то есть все вопросы в конце концов решаются через руководителя. А теперь у меня к вам вопрос. Поставьте мне букву «С» в чат, если у вас есть такие проблемы, которые говорят об отсутствии структуры компании. О, спасибо. Я вижу, кстати, у Ивана вопрос. Я дойду до организующей схемы, постараюсь не забыть и ответить на вопрос Ивана по поводу того, где находятся там функции монтажа системы отопления. Обязательно с этим разберемся. Так, спасибо большое за ваши ответы. Какой же должна быть правильная организационная структура? Видите, Иван, вы уже прям предвосхищаете на самом деле. Вот это очень практичный шаблон. Ага, отлично. Спасибо большое. Так, вот слайды. Так, ну вот давайте быстренько пробежим, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Когда-то эта организующая схема была предложена лет 60 назад Руном Хаббардом. Очень практичный инструмент. Естественно, требует адаптации под компанию, под ее бизнес-процессы. Но, тем не менее, вы сейчас поймете, почему я говорил о некой унификации. Семь основных функций. Первая функция, мы называем ее функция управляющая. Это отделение управляющая. То есть вот эту первую функцию мы называем отделение. Кстати, когда я говорю о функциях, сразу хочу вас предупредить, что речь не идет о каком-то количестве сотрудников. Речь идет действительно о функции, об определенного рода работе, которую нужно делать, независимо от размера вашей компании. И управляющее отделение занимается тем, что планирует. То есть здесь создается идеология компании, о которой мы уже говорили. Здесь создаются планы. Здесь создаются стратегические, конечно, планы. Здесь нанимаются высшие руководители, топы или какие-то особые эксперты. Здесь мы создаем форму, юридически-финансовую форму компании. И отсюда осуществляется управление всей компанией. Ну и, как вы понимаете, если эта функция не выполняет свою работу нормально, если она не производит свои результаты, то есть планы слабенькие. Это, кстати, причина, почему эта функция стоит в самом начале этого бизнес-процесса. А урсхема вот эти семь функций – это фактически семь кусочков единого бизнес-процесса. И поэтому, если, как не зря говорят, да, русская пословица – рыба гниет с головы. То есть если мы где-то в этой планировании, в идеологии, в стратегии ошиблись, конечно, никто дальше на организующей схеме не сможет это исправить. Следующая функция, мы называем ее отделение построения или организационного построения. Это отделение отвечает за то, чтобы строить организацию. Что значит строить организацию? Сейчас я на такой экскурс, буквально двухминутный экскурс. И вот если вы эту идею поймете, то вы фактически будете знать о том, что такое создавать организацию, почти все. Например, что делает, как осуществляется построение? Мы фактически наблюдаем за бизнес-процессами, и мы находим, из-за какой из функций, где, в какой части нашего бизнес-процесса у нас слабое место. И если это слабое место связано с нехваткой людей-специалистов, что мы делаем? Мы, естественно, должны описать их должностные обязанности, мы должны нанять подходящего кандидата, который может выполнять такую работу. Нам нужно быстро его ввести в должность, нам нужно быстро его обеспечить рабочим местом и инструментами, которыми он пользуется в работе, телефоны, компьютеры, связать его с другими частями компании, можно сказать, что ввести в должность. И когда он начинает производить свою работу, можно сказать, что мы эту дыру заткнули. То есть мы с этим справились, мы сделали очередной шажок в построении организации. Что мы делаем дальше? И, естественно, мы смотрим, где у нас теперь самое узкое место, и повторяем и повторяем этот цикл. Поэтому это отделение называется отделением организационного построения. Вы видите, что это несколько больше, чем обычно мы требуем от специалистов по людям. Это больше, чем функция найма. Она включает в себя также функцию анализа, и она включает в себя также функцию найма, введения в должность и так далее. Я уверен, что у многих из вас есть специалисты по найму, но всегда возникает вопрос, а действительно ли у вас есть человек, который способен анализировать, создавать должностные инструкции, нанимать, вводить в должность и, грубо говоря, делать так, чтобы этот человек заработал. Потому что если у вас его нет, то, как я уже говорил раньше, эти функции ложатся на плечи и без того уже загруженного руководителя. И, в конце концов, вы в результате единственный человек, который отвечает за все организационное развитие компании. И, кстати, если в вашей компании вы выполняете эту работу, поставьте ко мне плюсик в чат, если вы все еще как бы застряли в этой функции. Я смотрю в чат. Модераторы мне помогают. О, я смотрю, здесь есть некоторые сложности с тем, чтобы видеть эту схему, которую я показываю полноценно. Давайте сделаем так. Поставьте, пожалуйста, буковку О в чат, и мы вам предоставим вот эту организующую схему, детализированную, чтобы вы могли бы хорошо посмотреть, в хорошем виде, мы вам ее предоставим. Поставьте, пожалуйста, буковку О в чат, если вам вы хотите на нее посмотреть, так сказать, приблизить и посмотреть на нее подробно. Пожалуйста, мы с удовольствием вам ее, конечно же, предоставим. О-о-о. О-о. Да, я вижу. Хорошо. В конце вебинара, то есть если вы, вот вы поставили буковку О, и вы со мной дойдете до конца вебинара, я вам обещаю, что вы эту организующую схему получите в конце вебинара. Так, ну что, идем дальше. Итак, это было построение. Помните, идеи, организационное построение. Следующая функция, эта функция вам знакома, она называется в организующей схеме функция распространения. Здесь находятся реклама и продажа. Ну, простая вещь. У нас обычно в бизнесе на этом много внимания, на том, чтобы как-то прорекламировать. Есть разные способы, в разных бизнесах они разные. Это интернет-продвижение, там, автоворонки или обычные традиционные газеты, журналы, билборды и так далее. И концов продаж. То есть простая, понятная функция. Она, кстати, в бизнесе обычно не является самой слабой функцией. О, сколько. Я продолжаю получать буквы О, кстати. И это приятно. Я рад, что вы со мной. Так, хорошо. Мы получили... Видите, какая последовательность идеи? Дальше построение организации. Дальше мы получаем бизнес, мы получаем деньги. Следующая функция – это функция финансовая. Нам нужно взять весь доход, который мы получили, правильно им распорядиться, чтобы обеспечить компанию всем необходимым. Это функция финансовая. Затем идет функция техническая. Теперь нам нужно предоставить этот сервис, предоставить этот продукт. Ну, и, например, в компании Высоцкий консалтинг в технической функции, в техническом отделении находится предоставление всех наших консалтинговых программ и оффлайн, и онлайн. Консультанты, технические специалисты, поддержка, то есть все там лекторы и все так далее находятся там, а также те, кто готовит все материалы консалтинговые, и все такое прочее. Так, техническая функция. Итак, поток идет дальше. Следующая функция – это функция, мы называем это отделение квалификации или отделение качества. Отделение квалификации или отделение качества. Здесь мы контролируем качество того, что мы наделали, того, что мы напроизводили, и, конечно, мы улучшаем это качество, потому что на каком бы уровне Вы ни работали, всегда необходимо управлять качеством. Илья задает вопрос, находятся ли финансы непосредственно под собственником. Да, непосредственно под собственником находятся финансы, но не финансовое отделение. Финансовое отделение находится под директором, и причина этого проста. Да, а финансы, которые находятся под собственником, скорее они задают правила игры, правила обращения с финансами. Почему финансы не находятся под собственником? Очень просто. Если вы поместите, вы хотите вырастить директора, вы хотите, чтобы у вас был директор, и вы вырвете финансы из-под директора, вы фактически лишите ему возможности управлять. И тогда, конечно, финансы ваши будут в порядке, но директора у вас не будет, и вы застрянете в оперативном управлении. Вы никогда не сможете вырастить ответственного, талантливого, способного директора, который может управлять компанией, если он не сможет управлять финансами. Поэтому задача все-таки владельца бизнеса – задать правила, как управлять финансами. Задача владельца бизнеса – построить этот механизм, я об этом дальше потом на вебинаре скажу. А все-таки управлять финансами должен директор, это должно быть его распоряжение. Так, и отделение качества, и последнее отделение, мы называем его отделением расширения или отделением, связанным с новым бизнесом. Он по-разному называется в разных видах бизнеса, но его идея заключается в том, что теперь, видите, мы получили качественные результаты, качественные продукты. Мы здесь делаем пиар, здесь мы взаимодействуем с партнерами, мы взаимодействуем с нашими клиентами, чтобы они давали нам больше бизнеса. А также мы здесь предоставляем всякие специальные вводные ознакомительные услуги, которые позволяют нам быстро охватывать новые территории и быстро расширять бизнес. Видите, есть разница. Это отделение, оно не заточено на доход, оно больше заточено на то, чтобы быстро расширять поляну, на которой мы работаем. А потом второе отделение уже, да, этот цикл замыкается, то есть после того, как он замыкается, мы снова попадаем в седьмое отделение. Мы переосмысливаем, по сути, то, что у нас происходит. Это цикл управления, да, мы делаем управляющие воздействия, мы смотрим на результат, меняем наши планы, если надо. Дальше мы продолжаем работать, расширять нашу организацию. Это первое отделение. Дальше мы продвигаем, продаем, мы получаем деньги, эти деньги мы перераспределяем правильно, чтобы обеспечить всю деятельность всех подразделений. Мы производим больше сервисов, продуктов, мы на новом уровне контролируем и улучшаем качество и, в конце концов, опять расширяем наш бизнес. И знаете, это как спираль. То есть это правильный бизнес-процесс. Кстати, если вы посмотрите, то каким бы бизнес-процессом мы с вами не занимались, в какой сфере бизнеса мы бы не работали, мы имеем дело всегда вот примерно с этими семью функциями, причем даже независимо от размера компании. Если бы это был частный адвокат, у него было бы все эти семь функций точно так же. Ему все равно надо было продумать стратегию, ему все равно надо было бы менеджерить какого-нибудь водителя или помощника. Ему все равно надо было бы рекламировать и продавать эти услуги. Ему надо было бы немножко хотя бы заниматься финансами и планировать свои расходы и контролировать их. И ему, конечно, надо было бы предоставлять, собственно, юридические услуги, это техническое отделение, повышать свою компетентность, это пятое отделение квалификации. И последнее отделение, ему надо было бы, конечно, создавать какой-то пиар, признание и так далее. Это, кстати, ловушка. Знаете, когда рассматриваешь организующую схему, становится очевидной ловушка малого бизнеса, потому что некоторые люди думают и говорят, я слышу такие дикие идеи, что малый бизнес – это так круто, что малый бизнес имеет свои преимущества. Ну, знаете, обычно это говорят люди, которые не сильно осведомлены в менеджменте, они не сильно являются хорошими руководителями, управленцами, они не очень это понимают. Потому что на самом деле малый бизнес – это ад. Это ситуация, когда у вас очень много функций, то есть у вас такой же набор функций в малом бизнесе, как у большой корпорации, но только людей у вас мало, заплатить вы им много не можете. А для кого из вас, кстати, реально, что в малом бизнесе мы имеем дело с таким же фактическим набором функций, что и в большом бизнесе? Поставьте мне плюсик, пожалуйста, в чат. Да, и поэтому, но есть только, а в результате мы не можем, конечно, получить такого же дохода и прибыли, как получают крупные компании, и поэтому, когда я слышу, что кто-то говорит о том, что малый бизнес, он такой гибкий, он такой хороший, я думаю, парень, ты просто не знаешь, что такое управление. Я хочу вам сказать, что я впервые почувствовал себя нормально, вышел из состояния стресса, когда у меня работало больше 120 человек, и я построил нормальную систему управления. Я вдруг почувствовал, что теперь я руководитель, у меня есть, знаете, клавиши, на которые я могу давить, как на фортепиано играть. Я почувствовал, что теперь я могу наконец управлять, я не просто как этот, не знаю, такой теннисист, представьте себе теннисиста, который там с ракеткой восьмирукий отбивается от всех шариков, которые в него летят. На той стороне вся его команда, там человек сорок, который посылает ему подачи, а он, значит, с восьми руками, с восьми ракетками отбивается от всех этих подач. Вот пока на самом деле бизнес маленький, к сожалению, это происходит, и система управления позволяет с этим справляться намного лучше, но что самое главное, система управления позволяет вам вырасти быстро, вырасти системно и, наконец, перейти к нормальной жизни, к нормальному управлению. Вот это, собственно говоря, организующая схема. И у нас был вопрос по организующей схеме, и вопрос звучал так, я все-таки отвечу на этот вопрос, я разобещал, да, сейчас, боже, у нас много и вопросов много, сейчас, 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 вот он. Вопрос про организующие схемы. Вы говорите, что есть семь основных департаментов, компания занимается продажей и монтажом систем отопления. Вот вопрос. Подразделение, которое занимается монтажом, в каком департаменте может находиться? Это технический департамент, потому что нам клиенты платят за монтаж. Это четвертый, вот это зелененькое, которое я показывал, техническое отделение. Вот здесь, собственно говоря, это все и находится, и производится. Кстати, еще одно наблюдение по поводу организующей схемы. Обычно в отечественных компаниях более-менее сильное второе, то есть это там, где реклама и продажи. Неплохо, кстати, работают финансы обычно и техническое. И это все. То есть можно сказать, что обычная компания, она ограничена вот этой, знаете, центральной какой-то функцией. Именно из-за этого она испытывает сложности с расширением. Ну, это так вот с точки зрения философии. Теперь смотрите, какие проблемы решает организующая схема. Давайте посмотрим. То есть первое, функции становятся понятны и взаимосвязаны. Я думаю, что у вас было много проблем всегда с тем, что если у вас в голове есть хоть какое-то представление о том, как вся эта кухня должна работать, я имею в виду ваш бизнес, то у ваших руководителей и сотрудников очень странные об этом представления, и поэтому вообще трудно достичь взаимопонимания. Сама по себе организующая схема, когда мы все это упорядочим, и понятно, кто за какую функцию отвечает, она создает очень классное сотрудничество, взаимодействие, просто из-за того, что у нас есть общее представление довольно большое. Дальше. Организующая схема. Так как мы можем определить эти функции, мы можем точно определить ценные конечные продукты для каждой позиции. Ну, а что касается ценных конечных продуктов, вы, наверное, слышали уже о такой идее, а может быть и нет, что если человек не очень понимает, какой продукт он в конце концов должен произвести, ну, странно было бы от него ожидать этого продукта. Я могу вам сказать, когда-то я впервые эту идею услышал на семинаре одного шведского консультанта, и я подумал, ну, наверное, у меня-то в компании с этим точно все в порядке, и я просто пошел, собственно говоря, вернулся в себе в компанию после семинара, и я начал отзывать своих руководителей подразделений по одному в сторону и в такой приватной беседе у них спрашивать. Дружище, скажи, а как ты считаешь, какой главный продукт, конечный результат? Я не использовал термин «ценный конечный продукт», я просто говорил «продукт», «результат». Какой главный продукт, результат ты на самом деле, как ты считаешь, вот твое подразделение, то есть и ты как руководитель производишь для компании? И я слушал, что они говорили. Вы знаете, я просил семь или восемь руководителей, и последний меня просто сломал, ну, потому что шесть, семь из них дали ужасные ответы, но, тем не менее, это все-таки были ответы о результатах, но это были неполные ответы, потому что я вдруг обнаружил, что вообще они не понимают, что я от них ожидаю. А последний, он сказал следующую вещь, я на этом прекратил эти ответы, вопросы задавать. Он сказал, Александр Александрович, мой продукт – это чтобы вы мне помогали. Знаете, это у меня прям короткое замыкание какое-то вызвало, и я сказал, все, я больше никогда не буду спрашивать, я всегда буду говорить им, что я от них ожидаю, какой конкретно продукт. И вот организующая схема, она позволяет очень четко определить для каждого подразделения, для каждой должности, какой конкретно ценный конечный продукт это подразделение должность должны производить. И таким образом сориентировать людей, сфокусировать на производство этих продуктов. Кстати, я вам сразу хочу сказать такую вещь. Вот если бы, например, да, это звучит как дичь, я с вами полностью согласен, я вижу это в чате, поэтому меня это просто шокировало. Вы знаете, самое ужасное во всей этой истории было то, что это был человек, который отвечал за доход компании. То есть у нее, в ее подразделении находилось продвижение и продажи, реклама и продажи. При этом странным образом там что-то происходило. Там действительно была какая-то реклама, и там… Нет, нет, это не помощница, к сожалению. Это был руководитель, там была реклама, и там были продажи, но я чувствовал, что там потенциал намного больше. После того, как я получил от нее ответ на этот вопрос, мой продукт и что вы мне помогали, я понял, почему мне всегда казалось, что там потенциал намного больше. Там действительно потенциал намного больше. Ну, как вы понимаете, она недолго проработала руководителем этого подразделения, я это исправил, но я осознал следующую вещь, что как глупо было что-то там ожидать от этого подразделения достойного. И я быстренько начал внедрять организующую схему, чтобы просто дать им формулировки продуктов и потом фокусировать их на этот продукт. Кстати, как вы думаете, какой процент ваших сотрудников, если вы зададите им вопрос, скажи, дружище, какой конкретно конечный ценный продукт у твоей работы смогут вам назвать какое-то приемлемое, что-то приемлемое, какой процент? Вот поставьте мне в чат процент, как вы считаете, какой процент из всех ваших сотрудников смогут это назвать правильно. Сейчас я проверю, вы оптимисты? Сергей не оптимист. Евгений оптимист, молодец. Какой же продукт у продавца в магазине? Ну, понятно, какой продукт у продавца в магазине. Конечно же, это проданный товар, это деньги в кассе. Так, ну вы молодцы просто, слушайте, вы показываете такие шикарные проценты, просто великолепные проценты. Я могу сказать, мой опыт немножко другой, даже когда есть организующая схема, приходится еще годами добиваться, чтобы они такие воспроизвели эти продукты. Так что либо у вас все идет просто замечательно, либо вы оптимисты. Ну, можете поэкспериментировать после этого практикума, пойти и задать эти вопросы, и посмотреть на ответы. Потом вместе поплачем. Так, ну да ладно, давайте посмотрим, вот такой вопрос есть, очень злободневный. Почему руководители все время перегружены? Сейчас я вам покажу. Это вот Альберт проверял, у него 90% знает. Счастливчик, просто счастливчик. Сейчас я вам покажу один очень важный принцип, который имеет непосредственное отношение к организующей схеме. Это называется система быстрого потока. Система быстрого потока. Смотрите, вот посмотрите на первую картинку, там, где у нас командные линии и подчиненные. Ну, есть иерархия, есть командные линии, есть подчиненные. Что такое командная линия? Командная линия – это линия, по которой вы отдаете распоряжение, это линия, по которой вы меняете приоритеты и обязанности сотрудника. Это командная линия. То есть, когда вы приходите на склад и говорите, дайте мне рулон бумаги, и они вам дают рулон бумаги, и это обычная работа склада, то это не командная линия. Командная линия – это когда руководитель, который стоит над завскладом, говорит ему, Семенович, начинаешь выходить с 8 утра. Вот это команда линии, понимаете? Меняем обязанности, меняем образ действия. Так вот, что происходит в обычной компании? А красными стрелочками, видите, на этой схеме, показаны коммуникации, коммуникационные линии. Коммуникационные линии – это линии, по которым происходит обычное взаимодействие. Например, вы хотите узнать, сколько нам должен там клиент Иван Иванович. Ну, для этого не нужно задействовать командную линию, вы просто обращаетесь, там, не знаю, в финансы, если там есть такая информация, к человеку, который отвечает за файлы клиентов, и делаете запрос, и он вам дает ответ. Иван Иванович, нам должен столько-то, мы ему поставили за последнее время столько-то. Все очень просто. Или вам нужно получить картридж к вашей ручке Монблан, и вы берете и идете на склад, и говорите, дайте мне картридж, у меня картридж для моего Монблана закончился. И вам выдают картридж. И точно, кстати, по такой же процедуре, по которой выдают, не знаю, пищу и бумагу, там, любому сотруднику или чай и кофе секретарю. То есть это коммуникационная линия, потому что она не меняет, на самом деле, ни обязанностей, она не меняет ни приоритетов. Теперь вопрос к вам. Как вы считаете, если бы мы могли взять и оценить в количестве взаимодействия по командной линии и по коммуникационной линии, какое соотношение было бы правильным? Например, к одному взаимодействию по командной линии должно быть 10 взаимодействий по коммуникационной. Или наоборот, на 10 взаимодействий по командной линии одно взаимодействие по коммуникационной. Поставьте мне соотношение в чат, мне интересна ваша точка зрения. Какова должна быть идеальная картина? У нас на этом вебинаре много всяких задачек. Итак, я говорил 1 к 10. Хорошо, 1 к 5. 1 к 50. 20 на 80. 0 к 1. То есть командные вообще не используем. Сами работают так. 1 к 5. 1 к 3. 1 к 100. Молодцы. В целом, ответы, как говорится, в среднем по госпиталю, ответы очень правильные. Моя точка зрения, это должно быть примерно 1 к 100. Это правильное соотношение. То есть большая часть взаимодействий должна происходить по коммуникационной линии. По коммуникационной, не по командной. Потому что командные линии должны задействоваться только тогда, когда нужно что-то изменить в работе. Кто-то ленится, надо дать пинка. Или кто-то у кого-то надо добавить обязанности, надо перераспределить обязанности. Или изменить приоритеты. Вот в этом случае используется командная линия. Вот посмотрите на правую сторону этой картинки. Это то, как должно быть. Сотрудники должны взаимодействовать по коммуникационной линии. Только в этом случае мы можем достичь скорость. И при этом наши руководители не превращаются в ребят, которые передают информацию от одного к другому. Значит, рассказываю. Вот это реальная история. Проводишь какой-нибудь семинар, какой-то тренинг. И смотришь, что делают владельцы бизнеса, выйдя на перерыв. И видишь, парень достает два телефона и говорит, играет в следующую игру. Маша, Маша, ты там песок отгрузила на участок? Нет? Так, Петрович, а вы почему запрос на самом деле Маши на песок не отправили? Отправили? Маша, они отправили вам запрос. Почему вы не отгрузили? А сейчас проверишь. Ага, так что, отгрузили? Петрович, они уже отгрузили. Вы что, не получили? Вы понимаете, что происходит? Вот это то, что на левой стороне этой картинки нарисовано. Руководитель выступает в роли человека, передающего сообщения. Я не буду говорить, как это звучит. Но он выступает в роли человека, передающего сообщения. То есть он секретарь. Он коммуникатор. Он человек, который транслирует. Он переводит с одного языка на другой. То есть это ужасная ситуация, когда все коммуникации замкнуты на руководителя. Это катастрофа. И, безусловно, в такой ситуации компания не может расти, потому что в какой-то момент, понимаете, у него только два уха. И он, ну, может быть, он еще может текстить одновременно. Но, в конце концов, его ресурс исчерпывается. Это неправильное положение делать. Правильное положение делать, когда сотрудники знают свои обязанности, они взаимодействуют напрямую. А руководитель по командной линии этим только управляет. Кто из вас согласен с тем, что это идеальная картина? Поставьте мне два плюсика в чат, пожалуйста. Кто согласен с тем, что когда руководитель только осуществляет изменение приоритетов и обязанностей, а все взаимодействие идет по коммуникационной линии, является правильным положением дела. Спасибо большое. Я вижу, что вам понравилась эта идея. А мне нравится, как выглядят два плюсика в чате. В этом есть что-то ровненькое, похожее на урсхема. Я маньяк порядка. Вот, теперь давайте попросту ответим на вопрос, что нам для этого нужно, чтобы такая схема работала. Да, я вижу, что для вас это реально. Значит, смотрите. Что нам нужно, чтобы такая схема заработала? Нам нужна первая, понимаете? Нам нужна организующая схема. Нам нужно, чтобы каждый знал, чем занимаются остальные. Вот эта схема быстрого потока работает только в одном случае. Если любой сотрудник может подойти к организующей схеме и понять, кому ему обратиться, если ему нужен рулон бумаги, кому ему надо обратиться, если он нашел классного сотрудника, которого хорошо было бы принять на работу, кому ему нужно обратиться, если он знает какое-то хорошее помещение, куда мы могли бы переехать, кому ему надо обратиться для того, чтобы узнать информацию о клиенте. Понимаете? То есть это должна быть организующая схема, которая висит на стене, где есть имена всех сотрудников, и сотрудники знают, как ее использовать. Это первое правило. Второе правило. Сотрудник должен знать, что есть командные и коммуникационные линии. И он должен знать, что он не должен загружать руководителя, он должен обращаться напрямую. А вот если уже эта коммуникационная линия не работает, вот тогда мы задействуем руководителя, чтобы он помог ее починить. Ну, бывает такое, что кто-то не выполняет свои обязанности. Помните, нам для этого как раз нужны руководители. Но 99% коммуникации и движения в организации должно происходить по коммуникационным линиям. К сожалению, эту систему быстрого потока невозможно применить без организующей схемы, на которой есть все функции. Я думаю, что вы уже уловили такую идею, что независимо, на самом деле, от размера компании, именно по этой причине, чтобы вот эта система быстрого потока работала, на схеме даже маленькой компании должны быть все функции и все люди. Только тогда можно понять, кто за что отвечает. А без этого понять невозможно. Это никто не в состоянии удержать в голове. Я могу вам сказать, у меня есть организующие схемы для каждого из подразделений моих компаний, а это управляющая компания, это филиалы, это академия консалтинга, это система бизнес-бустера, это система онлайн-обучения Эйнштейн, и каждый из них имеет свою собственную организующую схему. И я ни черта не помню, кто за что отвечает, поэтому, когда мне нужно что-то получить, я просто открываю организующую схему и обращаюсь напрямую. Понимаете? Если мне нужна информация, мне не нужно мучить руководителя этих компаний. Это глупо на самом деле. Это нарушает систему быстрого потока. Я хочу вам сказать, если вы внедрите хотя бы один только этот принцип, у вас значительно повышается эффективность, у вас значительно растет уровень ответственности людей, ну и в конце концов вы разгружаете себя как руководитель, и можете на самом деле выполнять свою работу руководителя. Так, ну, чтобы схема потока работала, да. Благодаря детально проработанной организующей схеме, по этой причине, именно в сочетании системы быстрого потока повышается производительность труда. Люди понимают результаты. Люди понимают результаты, люди понимают приоритеты. Благодаря организующей схеме мы видим, где у нас затык в наших производствах, в наших процессах. Мы видим, где нам нужно действительно надавить для того, чтобы вся компания в целом выиграла. Наконец, руководители, благодаря системе быстрого потока, начинают заниматься управлением. Они работают секретарями, передавая частицы от одного сотрудника к другому. Это ужасно на самом деле. Кстати, могу вам сказать, что сами руководители еще любят провоцировать такую ситуацию, потому что им, у них нет инструментов управления, у них нет системы измерения результатов, им трудно оценить уровень производительности, держать свои области ответственности под контролем. Поэтому что они делают? Они сами провоцируют вот эту штуку. Они говорят, так, Петя, когда каждый эскиз, после того, как закончишь, покажи мне. Маша, каждый контракт, прежде чем отправить клиенту, покажи мне. Почему они это делают? У них нет инструментов управления, и они пытаются управлять своей компанией или областью ответственности, просто контролируя каждую отдельную частицу, каждый отдельный документ и полуфабрикат, который двигается внутри компании. Это полное безумие, на самом деле, друзья. Это руководитель, который не является, на самом деле, руководителем. Это, кстати, причина, помните, я в начале вебинара говорил, что система позволяет вырастить менеджеров, а без системы вы не можете вырастить менеджеров. Вот это, кстати, пример, почему система позволяет выращивать менеджеров, а без системы вы их вырастить не можете. Да, ну это как раз речь идет о том, что мы можем выращивать менеджеру. Да, и вот я хотел упомянуть нашу онлайн-программу «Бизнес Бустер». Большая, удивительная совершенно программа. Она длится около года, от шести месяцев до года, в зависимости от вашего темпа скорости. И на этой программе мы как раз один из ключевых моментов, больших, фундаментальных, где мы очень подробно изучаем принципы работы организующей схемы, где мы очень подробно разрабатываем организующую схему. И очень гладко, последовательно и уверенно внедряем организующую схему. В конце вот этого мастер-класса, вебинара я вам расскажу более подробно про «Бизнес Бустер». Готовьтесь. Следующий инструмент. Послеорганизующие схемы – статистики. Это количественное измерение результатов. Показатели, статистики. В отношении этого тоже есть куча забавных идей. И, знаете, большинство руководителей измеряет только продажи и производства. А измерить, например, работу специалиста по людям или, как мы говорим, HR, или измерить пиар, дескать, невозможно. Друзья мои, все, что материально, все можно измерить. Найм точно можно измерить. Введение должности можно измерить. Конечно же, действия по пиару, по созданию славы и известности тоже можно измерить. Я хочу вам сказать, здесь есть такой принцип. То, что мы не можем измерить, мы на самом деле не контролируем. Мы не управляем тем, что мы не можем измерить. Понимаете? И поэтому, кстати, в большинстве компаний измеряется только область дохода продаж и область производства. Все. Все остальное не измеряется. А с точки зрения организующей схемы именно все остальное создает рост. Понимаете? Первое отделение создает рост. Если мы не измеряем эту деятельность, оно не создает рост. Последнее отделение на русскоме, которое создает пиар, признание, расширяет нашу поляну. Если мы не измеряем, ну, у нас нет роста. Все естественно. Следующее заблуждение сумасшедшее абсолютно – это измерение результатов занимает много времени. Сотрудники иногда жалуются на это. О, мы будем тратить столько времени, чтобы измерить результаты. Знаете, мне хочется просто спросить. Вы ставите себе парня, который отвечает за нам, за нами, за введение в должность. И на прошлой неделе он ввел в должность аж два человека. Насколько тяжело ему измерить эти результаты? Это смешно. Измерение результатов не занимает время. Просто их не хочется измерять тогда, когда они очень низкие. Поэтому это такое классическое возражение. Но, тем не менее, если мы не измеряем результаты, что с нами происходит? Мы не видим нашу компанию как единый процесс. Мы не видим, где у нас слабые места. Мы догадываемся на самом деле. Но мы на самом деле не можем сказать об этом точно. У меня к вам вопрос. Кто из вас, как руководитель компании, смотрит больше, чем на пять основных показателей еженедельно? Еженедельно. Я, кстати, подчеркиваю этот момент. Интересный такой социологический опрос. Кто из вас смотрит еженедельно как минимум на пять показателей? Поставьте мне плюсик. Я забыл сказать, что поставить. Меня сейчас... ДС, Дмитрий, Юлия. Какие вы молодцы. А кто-то ставит минусик. Я так понимаю, что минусик – это противоположность плюсику. Ага. Хорошо. А теперь, пожалуйста, поставьте мне минусик те, кто смотрят ежемесячно на несколько показателей. Только ежемесячно. Мне просто интересно. Семь. Альберт смотрит на семь. Молодец. Много смотрит. Я смотрю ежемесячно. Ну, могу вам сказать, что вот сама по себе такая штука, когда вы ежемесячно оцениваете результаты, это очень опасная вещь. Потому что это слишком большой промежуток времени. Ведь, в конце концов, нам оценка, количественная оценка результатов нужна для коррекции, для того, чтобы корректировать курс. И людям даже тяжело соотнести, на самом деле, свои результаты с тем, что они делали за месяц. Практически никто не может вспомнить, что он делал в течение месяца. Ну, и месяц, понимаете, это всего 12 точек коррекции в году. Это явно недостаточно. Конечно, это лучше делать еженедельно. Хорошо. А теперь вопрос. Поставьте мне, пожалуйста, два плюса, если каждый сотрудник вашей компании, каждый, без исключения, каким-то образом, количественно измеряет результаты своей работы. И поставьте мне два минуса, если у вас не каждый сотрудник измеряет результаты своей работы количественно. О, Алишер молодец, Никита. Прекрасно. Каждый сотрудник лично измеряет результаты работы. Алишер все-таки не измеряет. Так. О, по-разному. 50-50. Больше минусов, чем плюсов. Так. Спасибо за вашу откровенность. Ну, я думаю, что вы понимаете, почему ваши сотрудники в своей производительности отличаются от вас. Потому что вы в основном измеряете, смотрите на цифры, по крайней мере, на какие-то основные показатели. Они этого не делают. Их жизнь, на самом деле, счастлива, беззаботна, приятна. Можно не смотреть на результаты. И, конечно, мы в результате не можем оценить, где мы застреваем. Дальше. Когда нет количественного измерения результатов, мы попадаем в такую ловушку, что сотрудники манипулируют нашим мнением. То есть тот человек, который умеет производить классное впечатление, знаете, такой приятный, классный парень, к нему вы хорошо относитесь. И при этом где-то в вашей компании может быть очень производительный человек, но он не очень-то коммуникативный, он не очень-то веселый, и он остается без внимания. Я могу вам сказать, это всегда происходит. Как я уже говорил, мы внедрили больше, чем в 650 компаниях инструменты управления, и во многих компаниях при внедрении количественных результатов владельцы, руководители говорят следующее. Вы знаете, у нас был сотрудник, мы его так любили и ценили, но когда мы начали измерять результаты, мы обнаружили, что он ни черта не производит на самом деле. Он годами работал, он годами работал в компании, получал зарплату, мы все так его любили, мы думали, что он такой классный, преданный, хороший во всех отношениях человек, а у него вообще нет результатов, это полная катастрофа. И то, что я, кстати, вот эта ситуация, она происходит снова и снова. Представьте, обычно в бизнесе такие ребята есть. Так, следующее. Вам приходится подталкивать подчиненных, а это слишком трудоемко. Смотрите, когда сотрудники сами измеряют результаты количественно, а еще особенно, когда они представляют это в виде графиков, это само по себе их мотивирует. Понимаете, людям не нравится рисовать падающие графики, им нравится рисовать растущие графики. И можно сказать, что само по себе измерение результатов в сочетании с графическим отображением, а также отчетами регулярными, когда они встречаются с руководителями, когда они демонстрируют на каждом еженедельной координации, ежедневной координации свои графики, одно только это действие уже оздоравливает производство и повышает эффективность труда. Я могу вам сказать, что я бы мог повысить производительность любой компании с помощью одних только графиков статистик, которые показывают, как меняется на самом деле производство. Именно поэтому нам надо ввести графики прямо на рабочих местах, именно поэтому мы это делаем. И именно по этой причине у нас есть единый информационный центр, который показывает каждую функцию на организующей схеме, насколько она производительна. Но для того, чтобы внедрить на самом деле графики статистик, конечно же, все начинается опять с организующей схемы. Необходимо четко распределить области ответственности, необходимо сформулировать продукты. Необходимо и только сформулировать продукт, можно его измерить на самом деле. Следующее, нужно обучить сотрудников, как рисовать какой-то единый стандарт, единые бланки, как правильно выбирать масштаб, как правильно отмечать даты на этих графиках, кому они должны отчитываться, где хранить эти данные. Надо дать каждому сотруднику формулировку, как он именно должен считать свою статистику. И, конечно же, следующий шаг, когда мы это внедряем, это жесткий контроль. Потому что, как вы понимаете, люди, у которых не очень высокие результаты, они не будут мечтать и хлопать в ладоши о том, чтобы скорее бы сообщить, показать вам свой график статистик. Они будут, скажем так, назовем это, они будут стесняться. И поэтому, если никто не контролирует, собственно говоря, все это умирает. Вот хороший вопрос задает Роман по поводу, какой софт используем. У нас в разных компаниях используется разный софт. Софта очень много. Можно использовать, начиная, не знаю, от документов Google, продолжая Excel. Можно использовать специальные программы и так далее, много что. Но это не это вызывает сложности. Обычно, чтобы внедрить инструмент, его надо сначала освоить. Автоматизация идет уже потом. То есть нет проблемы никакой автоматизировать. Я могу вам сказать, что если вы добьете, чтобы сотрудники просто ввели эти графики, они даже сами найдут, как это автоматизировать. Это не бог весть что. Ну, программы тоже есть. Но если, когда мы это внедрили, что мы получаем благодаря статистикам? Первое, мы получаем самое главное. Вы, как руководитель, вы получаете очень ясную, четкую, понятную, измеримую картину. Вы видите, где у нас дела идут лучше, где хуже. Вы видите, где у нас bottlenecks. Где у нас вот эти узкие места, bottlenecks, как это, самые узкие места в потоке производства. Мы это все видим, понимаете? Нам не нужна интуиция. Управление превращается в инженерную науку. Я не говорю, что есть что-то плохое в интуиции. Интуиция – это замечательно. Но вы обращали внимание, что если даже вы интуитивно принимаете правильные решения, то почему-то у ваших руководителей уровень интуиции намного ниже. Кто обращал внимание, что у ваших руководителей уровень интуиции в отношении управленческих решений намного ниже? Поставьте мне букву I. Это будет у нас интуиция. Excel. I. I, то есть, буква I, да, буква I – это типа интуиция. Если вы обращали внимание, что интуиция ваших руководителей несколько ниже вашей интуиции в отношении принятия управленческих решений. То есть даже если вы суперинтуит, и вы интуитивно можете чувствовать, где у вас компания, там, узкое место, ну, поверьте мне, ваши руководители не будут чувствовать. Как же можно передать им оперативное управление? Как можно вырастить менеджеров? Вы же не сможете им передать свою интуицию. То есть им нужны индикаторы, им нужны показатели, статистики, чтобы они на них смотрели. Естественно, в результате вы легче их выращиваете. В результате, и вы получаете еще одну интересную штуку. Вы, наконец, начинаете судить о людях по результату, что очень правильно. Не потому, насколько хорошо они улыбаются, приятные слова говорят и так далее, а потому, какие они на самом деле результаты производят, и вы можете соотнести его результат с большей пользой для компании, с пользой для компании в целом. Ну, и самое приятное в статистиках, если вы смотрите на эти графики, то не надо быть чертовым гением, чтобы предсказать, что будет с этой компанией. Если вы видите, что результаты статистики в области рекламы, продвижения падают, несложно сказать, что через некоторое время продажи тоже упадут, если мы не сделаем каких-то героических усилий, а за этим упадет и финансы, а за этим упадет объем производства и так далее, и так далее. Понимаете, обычная причинно-следственная связь становится просто очевидной. Знаете, я, кстати, сторонник того, что управление должно быть очень простым, потому что иначе мы не можем подготовить менеджеров и руководителей. Управление должно быть простым, бизнес должен быть простым. Следующий инструмент, который мы внедряем, это планирование. Мы планируем нашу деятельность. Почему внедряем следующим? Все очень просто. Сейчас я вам расскажу. Но у нас есть здесь всякие странные идеи. Планирование не имеет смысла, все равно все изменится. Знаете, это забавно. В отношении планирования. Я обожаю этот инструмент. И, конечно, когда мы внедряем инструменты управления, то у каждого сотрудника, у каждого руководителя компании появляется план на неделю. Но до этого, если вы сделаете в обычной компании такое исследование, вы возьмете каждого... Ну, давайте не брать рядовых сотрудников, боксник. Давайте возьмем каждого руководителя, менеджера, начальника отдела. И вы просто берете и задаете им вопрос. Это очень такой вопрос с подколкой. Вы спрашиваете у него, как ты считаешь, должен ли руководитель планировать деятельность своего подразделения? Ну, конечно, они все книжки читали, они вам говорят, да. Хорошо. Вы задаете следующий вопрос. Покажи мне, пожалуйста, свой план на ближайшую неделю с задачами, которые должно выполнить твое подразделение, ну и ты сам. И обычно, вот в 90% случаях вы слышите ме. То есть он не может показать план. Понимаете? Он говорит, ну у меня план в голове, я знаю, что делать. Друзья мои, это означает отсутствие планирования полностью. То есть люди на самом деле не планируют. Это катастрофа. И я могу вам сказать, что эффективность работы при этом снижается вдвое. То есть когда они не планируют... Поймите, что такое планирование? Планирование – это когда ты приходишь на работу, и у тебя есть идея, что ты будешь делать в течение следующей недели. Если у человека нет написанного на бумаге плана, на самом деле у него нет идей. Он ждет указаний от руководителя, он ждет, что жизнь клиента ему подскажут, другие подразделения что-то подкинут. Понимаете? Этот человек не управляет на самом деле деятельностью. Ну как можно вырастить руководителя, если он не управляет своей деятельностью, если мы не прививаем ему привычку управлять? И поэтому, конечно, он ждет от нас указаний. Просто катастрофа. Следующее. Постановка измеримых целей и есть планирование. Это когда вы спрашиваете у начальника отдела продаж, какой у тебя план на неделю? Он говорит 100 тысяч. Вы говорите, да-да-да, понятно. Ты хочешь сделать 100 тысяч, это классно. Есть такое значение слова «план» в русском языке, с этим все хорошо. Немножко, правда, запутывает. А что ты собираешься сделать, что собираешься сделать, чтобы эти 100 тысяч достичь? И он говорит, ну, у меня в целом есть идеи. Понимаете? Люди путают что и как. То есть они не понимают, что планы – это последовательность задач, точных, исполнимых задач, которые приведет нас к цели. И еще такая странная идея, что планирование – это удел каких-то высших руководителей. Да нет, любой специалист должен планировать свою работу. Любой специалист должен планировать свою деятельность, потому что есть приоритеты. Надо согласовывать свои действия с другими. Как я могу согласовать свои действия с другими, если план не написан на бумаге? У них же тоже есть какое-то расписание и так далее. И само по себе отсутствие этого инструмента создает ужасный хаос. Ну, некоторые считают, что достаточно иметь план в голове. Гения чертовы. Я не способен удержать свой план в голове, потому что в нем десятки задач каждую неделю. Как удержать это в голове – непонятно на самом деле. Поэтому мы имеем следующие проблемы. Низкая производительность труда, то есть люди не видят объема задач, они расслабляются на самом деле. Следующая катастрофа – это то, что люди делают не то, что приоритетно, а то, что им привычно, то, что им легче, то, что, я не знаю, кто-то попросил сделать, они это делают. Кстати, вы сталкивались именно с такой проблемой, что сотрудники выполняют, они игнорируют приоритетные задачи, а вместо этого выполняют что-то другое, что-то второстепенное, и в результате это влияет значительно на результаты работы. Если вы с этим сталкиваетесь, поставьте букву «П» латинскую в чат, чтобы я это увидел. «П» – это как план. Проблемы с планом. Это «ПП» получается. Да, низкая производительность труда. Выполняют низкие задачи с низким приоритетом. Да, я вижу, что для вас это реально. Ну или руководители тоже возникает такая штука, если у вашего подчиненного типа его план в голове, это приводит к тому, что вы-то знаете, что на самом деле никакого плана нет. Поэтому вам приходится такой, как это мы называем, суперконтроль осуществлять. То есть когда вы его чрезмерно контролируете, фактически контролируете каждый шаг, потому что вам нужно, чтобы он добился результатов, но так как это не так, как правильно, да, правильно он пришел в начале недели с написанным планом, вы посидели, подумали, все скоординировали с ним, и он пошел его выполнять. И потом вам нужны только ежедневные апдейты, очень короткие. А у него написанного плана нет, и поэтому вы каждый день, по несколько раз в день, вы долбите ему, что он должен делать, проверяете, что он уже сделан и так далее. Понимаете? Чрезмерный контроль, который, кстати, бесит, людей и отнимает кучу времени у руководителя. Огромную кучу времени для руководителя. Как на самом деле это должно происходить? Ну, первое данное, которое я вам хочу дать, это неделя. То есть планирование должно быть на неделю. Почему? Потому что конкретные задачи спланировать на месяц технически очень сложно. То есть какие-то задачи, конечно, возможно, но очень сложно. Слишком большой промежуток времени. Слишком многое меняется, поэтому оптимальный период или горизонт планирования – это неделя. Следующее, очень важный принцип. План должен быть в письменном виде. Обязательно в письменном виде. Кстати, в письменном виде не обязательно на бумаге. Вы можете использовать любое программное обеспечение, их тонны сейчас, для того, чтобы управлять планированием и исполнением задач. Но он должен быть в письменном виде. И прежде, чем началась рабочая неделя, он должен быть завершен. То есть этот список задач должен иметь какую-то завершенную форму для того, чтобы вы, как руководитель, могли требовать, любой руководитель мог требовать выполнения. Дальше. Каждая задача имеет определенный результат. То есть это не просто задача, я буду звонить нашим клиентам. Нет, это задача позвонить пяти клиентам и добиться, чтобы они оставили заявки. Это не просто задача провести там пять презентаций. Нет, это задача провести пять презентаций и получить три заявки или три коммерческих предложения, в конце концов. Понимаете? Точный результат должен быть обозначен. Кстати, когда вы в задачах при планировании обозначаете результат, вы значительно сокращаете свои трудозатраты как руководителя, потому что если в плане подчиненного написан результат, он будет интуитивно стараться достигать этого результата. Ну и еще один момент важный. Этот план должен обязательно одобряться руководителем. Это является обязательным, это является очень важным, потому что только в таком случае вы сможете добиться, чтобы ваши подчиненные делали то, что действительно важно. То, что было приоритетно, а также вы сможете добиться согласованности действий между подчиненными. Ну и последняя очень забавная штука, которую часто упускают из виду, знаете, неопытные руководители или владельцы бизнеса, они радуются, когда им подчиненный принес такой план на восьми листах на неделю. И вы так в глубине души понимаете, что вообще это невыполнимо, слишком много задач. Но, знаете, борются два чувства. С одной стороны, как же его загрузить побольше, знаете, такая дурацкая идея возникает, чем он больше запланирует, тем больше сделает. А с другой стороны, вы понимаете, что все-таки это вот как-то нереально, он все-таки что-то сорвет. И как же с этим быть? Так вот, могу вам сказать, что этот подход абсолютно пагубный, то настоящий работающий подход только один. План должен быть выполним, а посему каждая задача должна быть действительно оценена с точки зрения рабочего времени, хотя бы ориентировочно. Я лично, когда я вижу планы, которые рассчитаны больше, чем на 30 часов рабочего времени в неделю, я их отметаю, я добиваюсь, чтобы он был сокращен, но он стал выполненным. Кто, кстати, из вас сталкивался с невыполнимыми планами? Поставьте мне, пожалуйста, два плюсика в чат. То есть, подчиненный приносит вам план, и вы сразу видите, что он, в общем-то, невыполнимый. Да, я вижу, что для вас это реально. Так вот, к сожалению, к чему приводят невыполнимые планы? Они приводят обязательно, конечно же, они приводят к тому, что эти планы не выполняются, они срываются. И не нужно быть гением, чтобы догадаться, что сорвутся они не по такому принципу. Знаете, такой парень будет сидеть, смотреть и думать. Ну, этот план, похоже, невыполним. Давай-ка я сконцентрируюсь на более важных задачах. Давай я выполню приоритетные, а все остальное упущу. Нет, к сожалению, он будет срывать задачи совершенно хаотично. И, скорее всего, он сорвет приоритетные задачи. Скорее всего, он сорвет задачи, которые ему менее приятно выполнять или менее привычно выполнять. И это обычно задачи, связанные с развитием. Наиболее важные задачи, потому что задачи, связанные с развитием, обычно заставляют людей делать как раз то, что они не привыкли делать. И поэтому они обычно именно их срывают в первую очередь. И вы такой руководитель, который получил такой длинный, замечательный, прекрасный план. Его сотрудник тяжело поработал. Он чувствует себя чуть ли не героем, хотя он не все выполнил. Но он все равно знает, что план был невыполнимый. А вы сорвали все самое важное. Поэтому никогда не позволяйте людям составлять невыполнимые планы. Это очень важно. Но если вы внедряете планирование правильно, то есть правильно это значит, что в начале каждой отчетной недели у каждого сотрудника есть письменный план с правильными задачами, с правильными приоритетами, которые приводят к выполнению, к созданию его ценного конечного продукта и к росту его собственных статистик. У вас в результате растет уровень ответственности. Я могу вам сказать, что он начинает расти уже в тот момент, когда вы заставляете людей планировать. Но, кстати, обратите внимание, хочу обратить внимание, что инструменты взаимосвязаны. Вы не можете внедрить планирование до тех пор, пока не разработана организующая схема и не внедрены статистики. По той причине, что надо сначала обозначить четко область ответственности этого человека и функции, за которые он отвечает. А второе, вам все-таки нужен какой-то индикатор в виде графиков, статистик, чтобы понимать, он на правильном пути или нет, как-то его контролировать. Поэтому, как только вы начинаете внедрять планирование правильно, у вас растет уровень ответственности и профессионализма. У вас, конечно, растет производительность труда как минимум и просто только за счет того, что люди начинают выполнять больше приоритетных задач и меньше второстепенных. Хотя бы это. И третье, самое главное и самое ценное, то, что связано с выращиванием команды руководителей. Обратите внимание, руководители, наконец, начинают профессионально делать свою работу. Они начинают профессионально управлять, а не просто выносить мозг своим подчиненным. Да, и планирование, да, невозможно без организующей схемы и статистики. Именно поэтому мы на программе Business Booster последовательно на протяжении многих месяцев проходим от одного инструмента к другому, внедряя, преодолевая все эти проблемы, сопротивление, адаптируя каждый инструмент для нужд конкретной компании. Ну, а как мы это делаем, подробно расскажу позже. Ну, и следующий инструмент – это координация. Очень важный инструмент. Очень важный инструмент – координация. Координация – это фактически согласование действий. Это тогда, когда сотрудники и целые подразделения согласуют действия между собой. Если этого инструмента нет, то единственной точкой согласования всех действий является кто? Я думаю, что вы уже догадались. И поэтому у вас так много работы. Вы выступаете в качестве координирующей точки для всего. Без меня это все умрет. Да, действительно, если нет координации. Но в отношении координации есть довольно много странных идей. Многие руководители считают, что планерки и совещания – это лучший способ потратить время зря. И это только тратит время и ничего не дает. Ну, да, я могу согласиться, что это бывает, когда эти планерки и совещания проводятся неправильно. Это действительно в этом случае является затратами времени. Если они проводятся правильно, это не так. Второе. Есть такой подход, когда мы собираем совещание только тогда, когда случилась какая-то фигня. Когда что-то произошло. Недовольный клиент, у нас закончились деньги. Все, что мы сделали, не работает. И здесь нужен мозговой штурм, совещание и все такое. Ну, вы знаете, совещания нужны для того, чтобы согласовывать действия. И координации нужны, чтобы согласовывать действия. Это должно быть регулярным действием, таким же, как планирование. Это не способ решения каких-то пожарных ситуаций. Я не против того, чтобы собираться в пожарных ситуациях, делать мозговые штурмы и так далее. Но это другая вещь. Лучше не допускать пожарные ситуации. Еще одна такая смешная идея – это то, что когда вы нанимаете руководителя, вы думаете, что он знает, как проводить совещание или собрание. Нет, не знает. Я это проверил, я нанял много руководителей. И каждого практически руководителя, который я нанимаю, чтобы проверить его профессионализм, я задаю ему вопрос. Дружище, ты проводил когда-нибудь совещание? Ты знаешь, когда проводить? Они говорят, да, да, конечно. Ты говоришь, хорошо, напиши мне протокол, в какой последовательности и что ты должен делать, говорить, требовать на этом мероприятии, для того, чтобы это совещание быстро привело к результату, к согласованности действий. Ну, и обычно я получаю какую-то муру в ответ. То есть, как правило, руководители не знают, как это делать. Они только знают, что это зачем-то нужно. Обычно вот эти совещания-планерки, они превращаются в какое-то обсуждение, свободное обсуждение вопросов. Что мы получаем в результате? Кстати, а у вас были такие проблемы с проведением совещаний, о которых я говорил? Поставьте мне, пожалуйста, два плюсика в чат, если у вас такие были проблемы. Я пока еще поговорю о проблемах. Ну, когда нет координации, сотрудники просто сбиваются с приоритетов. Почему они сбиваются с приоритетов? Потому что, если деятельность не скоординирована между сотрудниками или с другими подразделениями, то я не могу выполнить свою работу. Понимаете, мне, чтобы завершить контракт с клиентом, мне нужно, чтобы какой-то дизайн, эскиз или коммерческое предложение проработало техническое отделение, производственники. А также финансовое предоставило мне какие-то цены, информацию или что-то еще. И если наша деятельность не согласована, я просто не могу сделать свою работу. И все останавливается. Дальше. Руководители вообще не в курсе. Если руководитель не проводит координацию, он на самом деле не очень хорошо понимает, что происходит. И он начинает выяснять, что происходит, только когда возникают большие проблемы. Ну, и рассогласованность действий, частицы бродят по компании, носятся туда-сюда, реального производства нет, и огромные усилия тратятся просто на взаимодействие. Вот это проблема отсутствия координации. Как внедрять координацию? На самом деле, довольно простой инструмент. То есть, первое, это, конечно, нужно разработать регламент, в котором описать, какие должны быть совещания, какие должны быть советы и каковы их процедуры. Это действительно именно так, что если вы хотите, например, что ваши продавцы там совещались, координировали свои действия с производственниками еженедельно по текущим заказам, то вам нужно это описать. Кто участвует, где это происходит, в какой последовательности они согласовывают вопросы, кто какую информацию еженедельно должен готовить на это совещание. Точка. И так для каждого совета, и так для каждого собрания, для каждого совещания нужно прописать регламенты и так далее. Второе, конечно, нужно их обучить, нужно добиться, чтобы они понимали, как это делать. Не просто в теории, а нужно потренировать, потому что обычно, когда люди начинают проводить такие совещания, координации, они отвлекаются, они начинают сбиваться, они переходят это все в какое-то либо обучение, либо какой-то мозговой штурм, и это уже не координация. В этом случае она занимает очень много времени и так далее. Ну и так, вы их обучили. Третье, нужно это ввести в практику. Ну и осуществить, конечно, какой-то контроль. То есть нужно посмотреть. Я могу сказать, что даже в хорошо очень организованной компании, такой как моя, время от времени я проверяю, как проводятся советы руководителей, как проводятся наблюдательные советы. И я их корректирую, потому что они действительно людям свойственно отклоняться, сбиваться и запечатлевать эти ошибки, прямо впечатывать их в практику. В результате, если мы успешно внедрили координацию, что мы получаем? Правильные приоритеты согласования действий. Это приводит к повышению производительности труда. Видите, еще повышение производительности труда. Дальше. Ну и, конечно же, если нет координации, как я уже говорил, главным звеном или главным точкой координационной становится руководитель. Поэтому, если нет координации, то все, что разным сотрудникам или подразделениям нужно согласовать, все это выбрасывают вам в кабинет, все это падает на ваши плечи, и вам приходится со всем этим справляться. То есть это пожирает ваше время и делает управление вообще совершенно невозможным. Кто из вас считает, что вам нужно внедрить координацию, и это улучшило бы ваш бизнес. То есть это сделало бы ваш бизнес прочнее. Поставьте мне один плюсик, пожалуйста, в чат. Да. Следующий инструмент – это… О, море плюсиков. Координация все-таки нужна. Это радует. И следующий инструмент – это такой инструмент прямо горячий. Горячий, горячий – это деньги, это управление финансами. В отношении управления финансами – это вообще тема ужасная, потому что в отношении управления финансами очень много ложных данных. Я написал толстую, толстенную книгу про то, как построить систему управления финансами, потому что, ну, очень много странных идей в этой области. Например, одна из идей – сотрудникам нельзя доверять управлению финансами, нужно контролировать лично. Идея правильная только отчасти. Объясню почему. Почему? Потому что если вы не даете сотрудникам контролировать, то есть управлять финансами в их области ответственности, они вообще не могут делать работу свою. То есть, грубо говоря, у вас есть человек, который отвечает за рекламу, но если он не может распоряжаться бюджетом, он не может делать свою работу бюджетом на рекламу. У вас есть, например, человек, который отвечает за продажи, но если он не может, у него нет механизма одобрения заявок на командировочные, на какие-то встречи с клиентами в ресторанах, на какие-то там расходы и так далее, Он на самом деле не может нормально контролировать свою область деятельности. То же самое касается любого другого подразделения. Сотрудники должны иметь доступ к финансам абсолютно точно, быстро, эффективно для того, чтобы они могли выполнять свою работу, а иначе они чувствуют себя такими отрезанными от реальной деятельности. Но при этом, конечно, вы не можете им отдать в руки систему, потому что они потратят все и даже больше. Есть еще одна странная идея, что сначала нужно оплатить все расходы, а потом только владелец должен получать доход. Меня это всегда бесило, потому что, как по мне, владелец бизнеса, который хорошо выполняет свою работу, это человек, которого надо поощрять, это человек, который достоин поощрения. Он вносит огромный вклад, и, как по мне, у меня всегда было, казалось, несправедливо. Ну как так? Мы платим зарплату сотрудникам, но владелец на это не получает. У меня к вам вопрос. Поставьте мне, пожалуйста, жирный минус те, кто сначала оплачивает расходы, а только потом получает вознаграждение как владелец бизнеса. То есть получает вознаграждение по остаточному принципу. Поставьте мне, пожалуйста, жирный минус в чат. Так. Я был таким владельцем бизнеса, поверьте мне. То есть я знаю, о чем я говорю. Да, ребята, знаете, если это продолжается слишком долго, я могу сказать, что это может даже демотивировать владельца бизнеса, потому что в конце концов возникает вопрос, какого черта? Да, я вас понимаю. Следующая странная идея, что денежные резервы не нужны, деньги должны работать, все деньги должны тратиться, нам не хватает, все на развитие бизнеса, ни в коем случае не создавайте денежные резервы, и все такое прочее. Это тоже довольно забавная штука. Юля, вы молодец, вы платите себе зарплату в срок, это хорошо. Но я говорил о вознаграждении владельца. То есть если вы еще и директор, то, конечно, разумно получать зарплату в срок, но даже если вы директор, обычно вы все-таки как владелец должны получать вознаграждение. Я хочу похвастаться, я сейчас скажу вещь, которая может вам слух резонуть, но я, и больше 15 лет я не участвую в управлении финансами ни в одной из своих компаний. Больше 15 лет. При этом больше 15 лет я еженедельно, как владелец бизнеса, получаю свое вознаграждение из каждой из моих компаний. И это очень хорошо работает. И это как раз тот результат, который вы получите также от внедрения правильной финансовой системы. И при этом ваш бизнес будет еще быстрее развиваться. Итак, денежные резервы, конечно же, нужны, потому что у любого бизнеса могут наступить трудные времена и так далее. Вот недавно, например, у меня появилась великолепная возможность открыть новый филиал. Для этого надо было там порядка 150 тысяч долларов выложить сразу, проинвестировать в это. И благодаря тому, что у меня были достаточно большие денежные резервы, я смог это сделать безболезненно для компаний, быстро и значительно расширить наш бизнес. Это работает. Проблема отсутствия финансового планирования. Когда мы говорим, кстати, о финансовом планировании, это то, что сейчас чаще называют финансовым менеджментом. Проблема отсутствия финансового менеджмента. Первое. Вы являетесь единственным человеком, который фактически борется за доход. То есть вы говорите своим подчиненным, руководителям, говорите, ребята, нам нужно увеличить доход. Они вам кивают вежливо. Да, да, конечно, нам нужно увеличить доход. Но в глубине души они знают, что доход и так достаточно хороший. Вы просто, наверное, жадный человек. Что-то в этом роде. А вы знаете, а вы единственный человек, который знает, что, черт побери, нам надо увеличить доход, потому что нам не хватает, нам на аренду не хватает, нам на зарплаты надо больше, нам на продвижение, на рекламу надо больше и так далее, и так далее. У кого из вас была такая проблема или есть такая проблема, поставьте плюсик в чат, пожалуйста. То есть для вас очень реальна проблема с увеличением дохода, но на самом деле для ваших руководителей она не очень реальна. Она не сильно их кусает. Друзья мои, если у вас есть эта проблема, я могу вам сказать, что ваша работа является мега сложной. Потому что фактически идеальная картина. Вы говорите, нам нужно больше дохода, и ваши топы, они направляют всю свою творческую энергию на полное увеличение дохода. А если для них эта проблема нереальна, то вы говорите, нам нужно больше дохода, и они направляют почти всю свою творческую энергию на то, чтобы доказать вам, что этот доход нельзя повысить. Понимаете, разными способами и так далее. Так вот могу вам сказать, правильный финансовый менеджмент, когда топ-менеджеры вовлечены в процесс управления финансами, и они на своей шкуре чувствуют, сколько на самом деле нужно денег на аренду, на то, на сё, на пятое, на десятое. Это единственный способ, как изменить их точку зрения. Если вы правильный финансовый менеджмент строите, то они потом приходят к вам и говорят, нам нужно больше дохода. Как же нам повысить доход? Понимаете, вы полностью разворачиваете этот поток обратно, и вы получаете огромное сотрудничество. Это то, что я сделал больше 15 лет назад, и не перестаю кайфовать от этого. Так, следующая проблема управления финансами. Владелец погружен в текущие дела и не может смотреть с высоты птичьего полета. Ну, правильно, если вы распоряжаетесь деньгами, конечно же, когда вы одобряете эти заявки, за что платить или не платить, вам надо разобраться, почему мы покупаем 12 стульев, а не 15, почему мы покупаем эти две бочки краски этой марки, а не той, почему нам надо им настолько потратить на рекламу. Понимаете, пока вы управляете финансами, вы как гвоздями к полу прибиты, потому что вам, для того, чтобы одобрять эти расходы, вам нужно разобраться в каждой нюансе, и фактически вы с этой своей правильной позиции владельца, вы слетаете в самый низ организующие схемы, брякаетесь вниз, и вам надо вникать во все мелочи, вы при этом выносите мозг всем в вашей компании, они себя чувствуют жалкими следствиями, потому что они этим не могут управлять. Ну, вот такая вот безрадостная картина. У кого, кстати, такая безрадостная картина есть? Поставьте мне два плюсика. Финансы – это самое горячее, это самая болезненная штуковина на самом деле. Я был в этой ситуации больше 15 лет назад, и я знаю, что это такое. Это когда ты говоришь своему завпроизводству, дружище, нам нужно повысить объем производства, а он говорит, вы знаете, у нас оборудование не очень модное, оно устаревшее, и у нас на самом деле надо больше людей нанять, тогда, возможно, мы могли бы повысить объем производства, но у нас, правда, не хватает помещений, поэтому это невозможно. И потом ты вовлекаешь менеджеров, топ-менеджеров в управление финансами, и тот же самый завпроизводства через несколько недель приходит тебе со светлой идеей и говорит, «Вы знаете, нам надо поднять объем производства. У меня есть парочка идей, как это сделать без особых затрат». Это реальная, кстати, история, которая произошла в одной из моих производственных компаний. Это именно так работает. Но только после того, как вы внедрили правильный финансовый менеджмент. Что такое внедрение правильного финансового менеджмента? Первое – это, конечно, мы внедряем систему разделения счетов, чтобы взять под безопасный контроль все доходы. И, кстати, вот у нас в консалтинге именно так и работает. Все деньги, которые поступают от клиентов, они поступают над отдельный счет, с которого никто ничего не может потратить до особого распоряжения, которое выдается еженедельно. Дальше. Есть отдельный расходный счет, которым управляет компания, управляет директор. И, конечно же, у нас есть еженедельный процесс, когда совет руководителей компании вырабатывает список расходов, которые они хотят осуществить, и они проводят всю процедуру одобрения. И эти расходы никогда не превышают текущий доход с учетом отчисления владельцу и отчисления в резервы, конечно же. И раз в неделю представитель владельца и сам владелец одобряет этот список и соответствующая этому списку сумма поступает на расходный счет, и эти деньги расходуются, а все остальные нет. Таким образом, мы делим деньги, доходы и расходы, мы выдаем распоряжение руководителям только одобренные суммы и сохраняем, с одной стороны, полный контроль, а с другой стороны, вовлекаем руководителей в этот процесс и даем им возможность повысить их уровень ответственности. И начинается внедрение, конечно, это с процедуры работы с заявками, то есть правильные заявки. Каждый сотрудник должен иметь возможность составить заявку и получить финансирование на то, что ему необходимо для осуществления его работы. Конечно, нам нужно разработать с вами, с руководителем, владельцами политику, как распоряжаются деньги, какие есть лимиты, какие есть ограничения, кто за это отвечает. Конечно, нам нужно внедрить эти процедуры так, чтобы когда руководители принимают решение о том, на что выделять деньги, а на что не выделять, у них главный вопрос был, это сколько нам это принесет, как вырастет наш бизнес, как он улучшится и так далее. Благодаря этой инвестиции. Но если мы все это сделали, естественно, я рассказываю сейчас об этом весьма-весьма вкратце. Если мы все это сделали, все-таки у нас мы получаем волшебный вид. Кстати, когда меня спрашивают, что можно получить от внедрения правильного финансового менеджмента, я могу вам сказать, первое, что я называю, это даже не деньги. Конечно, там есть рост дохода, конечно, там есть рост прибыли, но я называю не деньги. Вот для меня самый главный результат, который мы получаем, это то, что у руководителей, топ-менеджеров полностью меняется точка зрения на финансы. Они становятся намного более ответственными. Они начинают бороться за доход. И вот это для меня является, наверное, самым ценным. Но доход, конечно же, в результате растет. И он действительно растет, он продолжает расти. И никто никогда не выносит мозг мне, как владельцу, по поводу того, что нам нужно повысить зарплаты. Да нет никаких проблем, повышайте. У нас есть политика, на зарплаты должно уходить. Вот консалтинговые компании 40% от, грубо говоря, там, маржи. Вот может уходить на фонд заработных плат, потому что в этом бизнесе доля заработных плат очень большая. Вот у вас есть эта политика 40%. Вы хотите увеличить зарплаты, никто вас не сдерживает, друзья мои, пожалуйста, повышайте доход. И они это знают. Понимаете, когда это входит в практику, они даже не приходят никогда с таким вопросом к владельцам. Они понимают, что есть простой способ увеличить зарплаты. Нужно просто увеличить заработок компании, и, конечно, зарплаты будут увеличены. Все очень легко и просто. Это снимает, кстати, очень много разногласий. Делает работу владельца бизнеса просто необычайно приятно. Ну и последний, ну, наверное, не последний, все-таки по приятности момент, это то, что мы закладываем финансовые модели, еженедельные отчисления владельцу, разумные, которые позволяют компании развиваться, но при этом выплаты владельцу становятся для компаний обязательным расходом, неизбежным. Таким же, как затраты на аренду, таким же, как затраты на зарплаты, на налоги и так далее. И очень быстро компания привыкает к этому, а вы, как владелец, получаете свое еженедельные выплаты, как я это делаю уже на протяжении больше 15 лет, чему я очень рад. Компаний моих становится все больше и больше, и у меня есть такая табличка в Excel, или где-то у меня ведет помощник все эти расчеты, и со временем колоночки прибавляются, цифры в каждой колоночке растут, и я радуюсь тому, как растет мой доход. Почему я радуюсь? Потому что это показатель того, что я, как владелец, правильно выполняю свою работу, я получаю отдачу. Поставьте мне, пожалуйста, три плюсика в чат, если вам нравится эта идея, как все это должно работать. Вау, здесь какие-то мне загадки задают. Кому нравится такая идея? Да, да, Юле очень сильно нравится. Я с этим полностью согласен. Смотрите, самый короткий путь к этому, это, конечно же, вот эта программа, наша программа «Бизнес-бустер». Почему? Потому что, смотрите, невозможно внедрить финансовое планирование, управление финансами, без организующей схемы, без статистик, без внедрения еженедельного планирования, координации. Это просто следующий естественный шаг. И, кстати, те, кто пытался навести порядок финансов, вы, наверное, меня уже понимаете сейчас. То есть, когда я уже об этом рассказываю, я думаю, что вы понимаете, почему, например, если вы пытались когда-либо навести порядок финансов, у вас, возможно, был неуспешный опыт. Причина всегда не в финансах. Причина всегда раньше, в предшествующих инструментах управления. И это та причина, почему я, например, не очень люблю проводить отдельные семинары по отдельным инструментам управления. Я предпочитаю всегда предоставлять программу, в которой все задачи взаимосвязаны. Внедрение. Внедрение системы управления. Это отдельная тема. Вот сейчас мы сделали обзор инструментов, а есть еще отдельный кусок. Это «А как же все это внедрять?» И в отношении этого есть тоже довольно много странных идей. Например, есть такая идея. Я иногда слышу от каких-то консультантов или лекторов «Приходите к нам, за три месяца мы внедрим вам всю систему управления». Вы знаете, я это делаю уже больше 10 лет профессионально. У меня больше 650 компаний, которые я могу показать, перечислить. К ним можно сходить в гости и посмотреть на результаты всего этого. И когда я слышу про три месяца, понимаете, я в обморок готов упасть, потому что я могу взять доску и математически показать просто в цифре, почему за три месяца это невозможно. Нет, может быть, это и возможно, если мы полностью остановим всю деятельность, закроем компанию и три месяца будем сидеть и внедрять инструменты управления. Правда, непонятно, во что мы в этом случае будем внедрять и какой вообще во всем этом смысл. Есть еще одна такая забавная идея. Это тоже пропагандируют обычно люди, которые занимаются бизнес-обучением. Они говорят, вам не нужен консультант, вы самый лучший консультант для вашего бизнеса, это можно легко и просто сделать самому. Только прочитай эту книжку, изучи вот это или то и так далее, и ты это сделаешь. Могу вам сказать, это полная чушь, потому что да, вы можете отдельные элементы внедрить самостоятельно, но для того, чтобы внедрить все инструменты, это длинный путь, на котором много, на самом деле, скрытых ловушек, подводных камней. И, ну, представьте, вот просто, чтобы у вас было представление, да, я вам сейчас вкратце пробежал по инструментам управления. А чтобы внедрить каждый из них, надо последовательно выполнить несколько десятков задач. Чтобы разработать и внедрить ОРС-схему, надо последовательно выполнить несколько десятков задач. То же самое касается статистик, финансового планирования и так далее. И теперь представьте, а это не один инструмент, это множество инструментов. То есть, грубо говоря, чтобы прийти к финалу, чтобы приготовить этот борщ, вам нужно последовательно выполнить там пару сотен задач в правильной последовательности с правильным результатом. Какова вероятность, что вы самостоятельно этот путь пройдете? Что вы нигде не потеряете, что вы нигде не сделаете какой-то ключевой ошибки? Потому что если вы сделали ключевую ошибку при разработке организующей схемы, она у вас начнет вылазить на статистиках, у вас возникнут довольно серьезные проблемы при внедрении планирования, а когда вы дойдете до финансового планирования, это все рухнет. Но проблема в том, что это рухнет слишком поздно. Поэтому я не романтик в отношении этого. Я могу вам сказать, что какие-то отдельные элементы можно внедрить самостоятельно, но построить всю систему я в это не верю. Есть такая тоже странная идея, что если внедрить частично, то есть какие-то отдельные элементы, то будет все хорошо. Да, будет лучше, вне всяких сомнений. Даже если вы внедрили какие-то отдельные статистики, в каких-то отдельных областях будет лучше, но это не система. И она не позволит вам решить одну из главных задач – как вырастить менеджеров, как сделать выращивание менеджеров внутри компании постоянным, а это необходимо для роста бизнеса. Понимаете? Да, частичное внедрение затыкает определенные дыры, но на самом деле не решает системную проблему. Только полная система решает задачу, при которой мы можем вырастить менеджеров и при которой мы действительно сможем в результате покинуть оперативное управление и заняться стратегическим. Ну, вот это то, о чем я говорил здесь, видите, консолидировано. Некачественное выполнение начальных задач потом приводит к последствиям, которые вылазят позже. Любое препятствие, знаете, послушал книжку, там, в семинар, почитал книжку, кажется, что ты знаешь, как делать. Доходит до практики, возникают вопросы, бац, непонятно, как это делать. Ну, и в конце концов, знаете, само-то по себе такое тягостное чувство, когда ты понимаешь, что это прошли сотни компаний, и ты просто сидишь и изобретаешь зачем-то велосипед. Я не очень на самом деле понимаю, зачем это делать. У меня к вам вопрос. Кто из вас когда-либо сталкивался, вот пытаясь что-то внедрить, сталкивался с такими проблемами, о которых я сейчас говорил? Проблемами, связанными с отсутствием профессиональной поддержки, профессионального консалтинга. Поставьте плюсик в чат, если вы сталкивались с такими проблемами. Так, Зайна, спасибо большое за подтверждение. С усталыми глазами будем что-то делать. У меня сейчас просто действительно такой период, когда мне много приходится работать. Я просто очень люблю то, что я делаю. Я все время нахватываюсь в каких-то новых проектов. Спасибо, друзья. Я вижу, что вы сталкивались с этим проблемами. Моменты, которые обычно не учитываются при внедрении. Первый момент – это регламенты. То есть что такое внедрение? Вот надо понять, что значит внедрить. Внедрить – это, грубо говоря, сформировать сначала в вашем разуме, как это должно быть правильно. Потом донести это до людей. Но вы понимаете, для этого нужны бумажки, регламенты. Потому что вы разработали организующую схему, она должна быть на бумаге. Вы не сможете ее передать на словах. Вы разработали статистики, вам нужны регламенты, в которых ясно и четко написано, как сотрудник должен пользоваться этим. Как ему делаются эти статистики, как ему рисовать эти графики. Это должно быть описано на бумаге. Я молчу уже про финансовый менеджер. Следующее. Внедрение должно включать обучение персонала. Как и базовое, стартовое обучение, так и последующее. Регламенты, кстати, для этого очень помогают. Потому что, понимаете, когда вы внедрили, у вас компания растет, все больше людей появляется. Нужно, чтобы все было письменно, чтобы потом продолжить их обучение. Ну и, конечно, когда вы внедряете, вы должны понимать заранее, с какими препятствиями вы дальше будете сталкиваться. Потому что вот этот пример, который я привел, ошибка в организующей схеме, приводит к тому, что мы не можем внедрить финансовое планирование. Но если у вас нет этого опыта внедрения, для вас это нереально. Поэтому вы можете думать, ну ладно, вот здесь это так пойдет. Нет, не пойдет. Это, кстати, то, почему нужен консультант. Он знает, что пойдет, а что не пойдет. Но если мы все-таки внедряем правильно, что у нас происходит? Первое. Вы получаете, наконец, возможность вырастить менеджера, директора и передать оперативное управление. Вы, наконец, можете реализовать свою мечту и заняться с настоящей истинной работой владельца бизнеса – это заниматься вопросами развития. Это то, чем занимаюсь я. И да, я, например, кстати, могу вам сказать, я вообще не сторонник вот этого успешного успеха. Если ты успешный владелец бизнеса, то ты лежишь на пляже и окружен красотками. Я вообще не сторонник этой концепции. Мне нравится моя работа. Мне нравится, что я делаю. Здесь всегда есть пространство для роста. Но я счастлив, что я не занимаюсь оперативкой. Я счастлив, что я не занимаюсь… Меня не волнуют вопросы дохода, вопросы роста, вопросы предоставления услуг. В целом у меня и хорошая команда, которая это делает. Я в основном занимаюсь новыми продуктами. Я занимаюсь некоторыми вопросами пиара, вопросами обучения, ну и предоставлением каких-то там особых услуг и так далее. Следующее. Мы получаем возможность масштабирования. Понимаете, какие бы мы ни были крутые и классные, если мы хотим открывать множество филиалов, если мы хотим расширяться в другие страны, как, например, расширяюсь я. Это невозможно совершенно сделать без системы. Кстати, благодаря именно построенной системе я работаю здесь, в Соединенных Штатах, я работаю в Китае, благодаря тому, что у меня за спиной довольно большая организованная команда. И вы это можете, потому что у вас есть классные продукты, ноу-хау, которыми имеет смысл поделиться. Когда мы строим систему, есть такие грабли, знаете, типичные грабли, на которые мы наступаем. Первые грабли – это внедрение на словах. Это вы пришли с семинара такой воодушевленный, и там все это рассказали, и говорите, ну, побежали ребята. И некоторые из них даже делают вид, что бегут на самом деле. Но куда-то это все исчезает. И вы со временем обнаруживаете, что никто на самом деле вас вообще не понял. Ошибка номер два, и я на ней хочу остановиться подробно. Неверный расчет усилий. Ошибка номер два – это когда вам кто-то сказал, что на это требуется месяц, вы начинаете, вы знаете, вы можете внедрить наш CRM в течение двух дней, что-то в этом роде. Вы можете построить систему управления в течение трех месяцев. И вам для этого на самом деле не требуется много усилий. И вы начинаете это делать, и вы где-то на десятой задачи понимаете, что это как-то серьезнее, что вам нужно больше времени. Это, кстати, ужасно демотивирует и вас, и вашу команду, потому что они смотрят на вас, и они говорят, ну, ты же обещал, ну, что такое? С собой что-то не так, что-то, 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 или с нами что-то не так, что такое происходит? Или ты просто не знаешь, о чем ты говоришь? Неправильный расчет усилий очень сильно демотивирует. Кстати, у кого такое было, поставьте минус мне в чат, пожалуйста. Спасибо. Да и денег точно может не хватить. Да, деньги – это тоже ресурсы. Это тоже определенный вид усилий. У кого такое было, что вам не хватило денег, времени, человеческого ресурса, чтобы внедрить что-то, что вы задумали, в результате это демотивировало? А некоторые компании, знаете, представляют собой просто кладбище недовнедренных проектов. Просто кладбище недовнедренных проектов. Я, кстати, когда-то занимался персональным консалтингом. Я обычно в таких случаях сначала устраивал эксгумацию, то есть я сначала устраивал расчищение этого кладбища, недовнедренных проектов, чтобы их быстро позавершали, а потом начинал новый, потому что это колоссально сложно делать. Ошибка номер три – внедрение не в себя, не в компанию, а в себя. Это очень смешная ошибка. Это тогда, когда… Это касается уже непосредственно инструментов систематизации бизнеса. Сейчас я вам расскажу. Вам, возможно, это будет знакомо. Если это вам знакомо, сразу ставьте мне минус в чат. О, боже, два года внедряли ИСО, я смотрю, в чате пишут. Ну, два года – это, наверное, многовато. Можно было справиться быстрее. ИСО все-таки не такая большая штука. Значит, теперь смотрите, что значит внедрять не в компанию, а в себя. У меня была такая категория, я с этим сталкивался, клиентов, знакомых. Значит, они разрабатывают организующую схему. И потом, когда ее надо заполнить людьми, человек видит следующее. Значит, я здесь, 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 везде. На всех руководящих позициях я. И вместо того, чтобы… Кстати, там есть очень важный этап внедрения, ключевой, который мы делаем. В этот момент надо вырастить руководителей. И сделать так, чтобы у нас хоть какое-то приличное количество руководителей появилось. Потому что если мы пойдем дальше, то понимаете, какая штука происходит? У нас есть замечательно красивая организующая схема. Я здесь занимаю все руководящие функции. А теперь нам надо ввести статистики. То есть вдобавок к всем проблемам, которые у меня были раньше, я теперь должен ввести еще 28 статистик. Но потом наступает следующий этап. Нам нужно внедрить координацию, на которой, по-видимому, я должен координироваться сам с собой. Ну, понимаете, все эти инструменты и планирование, и вести планирование по всем этим областям. И человек, который так поступает, он думает, я что, действительно, правда, хотел решить эту проблему или приобрести проблему через систематизацию бизнеса. Но здесь ошибка в чем? Ошибка в том, что он внедряет инструменты в себя. А ему надо внедрять в руководителей, потенциальных выращиваемых руководителей. И вот на своей программе мы, конечно, умеем это делать, поэтому у нас очень много задач, связанных с людьми, с управлением, с менеджерами, с тем, чтобы их выращивать. Кто, кстати, сталкивался с такой ошибкой, как внедрение в себя? Поставьте мне минусик в этот самый, в чат. Следующая ошибка – это не использовать формальные документы, не использовать формальные шаблоны, не адаптировать их, а изобретать все заново. Могу вам сказать, это забавно, но вот если у вас есть, вы сталкивались с такой ошибкой, поставьте мне три минуса в чат. Это очень простая вещь, очень забавная, но я вот поделюсь с вами опытом. Больше 600 внедренных компаний, больше 650. И мы продолжаем совершенствовать наши шаблоны. И поверьте мне, те шаблоны документов разных регламентов, которые у нас есть сегодня, это совсем не те, которые были там 600 проектов назад. Они были намного менее практичные, они были гораздо менее результативные. Ну, то есть нужно иметь какой-то опыт. Если вы не используете какие-то разработанные шаблоны, ну что ж, вы хотите на своем опыте пережить как бы вот этот вот опыт всех этих бесконечного количества компании, ну, навряд ли это имеет смысл. Ну, еще одна ошибка – это неправильный найм. Не туда, и не те люди, и так далее. Кстати, мы часто довольно входим в проект по внедрению, когда уже там есть какое-то количество неправильных людей, и это нужно исправлять. Это тоже обычно у нас программой предусмотрено. Еще одна ошибка – слишком длинный ввод в должность. В некоторых бизнесах владельцы говорят, чтобы в компании человек адаптировался, должно пройти хотя бы шесть месяцев. Шесть месяцев, Карл! Боже мой! Это же сумасшествие! Если у нас люди будут входить в должность адаптироваться шесть месяцев, мы бизнес не можем развить. Так это, извините, не работает. Это колоссальная, катастрофическая ошибка. Поэтому, кстати, в нашей программе мы обязательно обучаем и внедряем инструменты, как быстро вводить людей в должность, как быстро распознавать их способности. Да, мы все можем ошибаться в людях, когда мы их нанимаем, это окей, но мы просто вопрос в том, чтобы быстро распознавать ошибки и быстро продолжать нанимать, вводить должность, их фильтровать, эффективно составлять вот эти программы, как и называется, онбординга или программы введения в должность. Это единственное решение в этом случае. Я не знаю, кстати, а вы сталкивались с тем, у вас вы сталкивались с тем, что у кого вообще адаптация сотрудника занимает больше трех месяцев в среднем. Поставьте мне минус в чат, если у вас адаптация сотрудников занимает больше трех месяцев. Луиза, кстати, пишет о том, что сложно внедрить все, что вы говорите, в маленькую языковую школу, все равно придется делать владельцу. У нас есть клиенты языковые школы, которые приходили к нам маленькими языковыми школами. Сейчас там работают десятки людей, и владелец точно не выполняет всю эту оперативную работу. Это могу сказать точно. Почему? Очень просто. Языковые школы – это бизнес, который легко расширяется. По той причине, что есть методики изучения языков, и есть огромный спрос на рынке на изучение языков. На самом деле... О, все быстрее. Ну, молодцы. Молодцы, что у вас люди адаптируются за две недели. Слушайте, это гениально. Это значит, что вам точно нужна система управления, вы можете расти быстро. Но еще одна ошибка такая смешная. Вообще, моя философия, моя философия всех моих продуктов внедрения инструментов управления заключается в том, что мы внедряем руками владельца. Мы стараемся сделать владельца очень компетентным, и мы делаем так, чтобы он был главным драйвером всех организационных изменений. Почему? Потому что некоторые владельцы думают, я найму волшебного консультанта, он придет и все сделает, и все будет хорошо. Могу вам сказать, есть две причины, почему хорошо не будет. Хорошо не будет, первое, потому что человек, который к вам придет и построит за вас систему управления, он заберет вашу власть, он построит систему управления немножко на свой лад, он заберет вашу власть, он станет законодателем мнения для вашей компании, а вы потеряете эту власть, что не очень хорошо, если у вас большие планы по обширению этого бизнеса, это раз. Второе, очень высока вероятность, что такой волшебный консультант, который будет наводить порядок вашей компании, он сделает ошибки, потому что не он создавал этот бизнес, не он является носителем идеологии и идей, и скорее всего, он напортачит. Потом результаты придется этого всего компенсировать и выгребать вам, хотя напортачил он. То есть по этой причине я считаю, что это не является хорошим решением. У меня тут Александр задает вопрос про клининг. Та же самая история. Вы знаете, не так сложно на самом деле обучить людей тому, как делать клининг, поэтому это очень великолепный, расширяемый бизнес, и в нем, на него инструменты управления ложатся великолепно. У нас есть крупные клининговые компании, наши клиенты. Следующая ошибка. Масштабировать и наращивать обороты без системного фундамента. Ну, это обычное дело в бизнесе. Развиваемся быстро, пока голову не оторвет. Ну, внедрение без наставников, я об этом фактически уже говорил. Это знаете, я в свое время написал и издал несколько книг, я их сейчас переиздаю, я сейчас выпускаю аудиокниги, и все это книги связаны с тем, что я рассказываю. Инструменты управления, внедрение обязанностей владельца бизнеса и так далее. И когда я их начал издавать, мои сотрудники, мои токи мне говорили, ты издаешь книгу по организующей схеме, ты что? Мы потеряем весь бизнес, они будут читать и внедрять сами. Я все время говорю, люди, если бы это так работало, я был бы самым счастливым человеком в мире, я был бы действительно очень счастлив, потому что мы издали там сотни тысяч книг и сотни тысяч компаний стали системными. К сожалению, это так не работает. Да, книги позволяют понять инструмент лучше, внедрить частично, но этого недостаточно, чтобы пройти через все тяготы и лишения, так сказать, внедрения. Ну, и еще один момент интересный, когда это делаешь поддержкой сообщества, когда рядом с тобой такие же владельцы бизнеса с такими же самыми проблемами, которые делятся идеями, которые тебя поддерживают, это намного веселее. Вы знаете прекрасно, что когда видишь примеры, очень часто говорят, ну, ты так классно объяснил, покажи мне примеры. А вот теперь представьте, вы проходите через все эти трансформации, через все это внедрение инструментов, но при этом рядом с вами проходят через все эти трансформации еще десяток или два десятка владельцев бизнеса, которые делятся с вами своими болями, идеями, решениями, и вы за всем этим наблюдаете. Вау! Это необычайно упрощает на самом деле жизнь. Вот, так что добавляйте ко мне, друзья, на Фейсбуке, это часть комьюнити, часть сообщества. У меня, кстати, в друзьях в основном владельцы бизнеса, их много. Ну, там, кстати, у меня друзья закончились, поэтому вы можете подписаться. Но, тем не менее, там очень много контента мы публикуем на моей страничке в соцсетях. Ну, и читайте статьи, читайте Forbes. Я там веду колонку Forbes, там, выходит в электронном Forbes, в Forbes бумажном выходят статьи и так далее. Еще одна ошибка при внедрении, это, знаете, тогда, когда бензина не хватает у самого владельца, когда задаешь ему вопрос, зачем тебе это надо? Он говорит, ну, в целом, чтобы улучшить в целом и так далее. Я могу сказать, самые лучшие результаты при внедрении получают люди, у которых являются, знаете, это те, у кого есть большая необходимость, у кого большие цели, кому нужно сильно расширяться, кто действительно горит этой идеей, получает максимальные результаты. О, завод по сбору бытовой техники в комментариях пишут, точно, это может быть большим. Полиграфия, это большое. Вот, поэтому, если мне удалось вас догреть, и вы считаете, что вам на самом деле это нужно, если вы считаете, что вам на самом деле нужно сделать свою компанию системной, и это соответствует вашим целям, я хочу, чтобы попрошу вас напишите прямо в чате, что вы сделаете свою компанию системной. Напишите, я сделаю свою компанию системной и напишите дату, когда вы ее хотите сделать. Это такой момент позитивного постулирования и решения. Как только ты выражаешь свое решение ясно, устно в виде обещания, почему-то они начинают, эти решения начинают воплощаться. Если у вас есть решение, вот во время, если вы дозрели до того, чтобы сделать свою компанию системной, напишите, я сделаю свою компанию системной к 2022 году. Я надеюсь, раньше. К лету 20-го. Потрясающе, Луиза. Абсолютно реально. К 1 февраля 20-го года. Абсолютно реально. Январь 20-го. Прекрасно. Отличная идея у вас в отношении того, когда вы хотите ее сделать системной, и они очень реалистичны, и мне это очень нравится. Парочку примеров. Несколько примеров хотел бы вам показать. Я уже упоминал про свою производственную компанию. Я очень люблю эту компанию, поэтому не могу просто обойти, пройти мимо компании Герольдмастер. Она до сих пор производит нам всякие значки и награды, и она работает по всему миру. Это компания по производству, разработке и производству орденов, медалей и наград. Начиналось все очень прозаично. Вот это одно из первых производств. Я стою здесь такой, это я не знаю, там лет, больше 20 лет назад я здесь стою с хрустальным аистом в руках, с автором этой награды хрустального аиста в одном из наших цехов. А это через несколько лет уже компания выросла, уже работает там больше 100 человек. Это мой кабинет такой зелененький. Видите, этот прозрачный компьютер Apple. Они тогда какие-то были карамельные, очень необычные. Кстати, обратите внимание, на стене висят статистики. Одна из них в ужасном состоянии, просто в ужасном. А парень, который сидит напротив меня, это методист, который помогает нам описать методики производственные. Вот. Но статистики, тем не менее, висят на стене. Я смотрю на них, и они мне не нравятся. Мои сотрудники приходят ко мне подчиненные на совещание, им тоже не нравится, очень мотивируют. Это, кстати, то, как выглядела первая организующая схема. Это, видите, не совсем очень красиво. Это такой олдскул. Кстати, это отсканированная фотография с обычной фотки, распечатанной. То есть, тогда не было цифровых фотоаппаратов еще в обиходе особо. То есть, это такая олдскул схема. Она напечатана на листочках бумаги, чтобы можно было ее как-то оперативно менять. Но и она работала, тем не менее, великолепно. Но это маленькая компания. Могу вам привести еще один пример того, каких на самом деле высот вы можете достичь, друзья мои, на этом пути. Есть такая компания, называется она Fosigroup. Когда-то еще до того, как я разработал первую организующую схему для своей компании, я задался вопросом, где можно посмотреть, где можно увидеть организующую схему, где можно увидеть работающие статистики. Это было около 20 лет назад. И единственная компания, которую я увидел, это была маленькая компания, которая торговала оптом, продавала продукты питания. У нее был один гипермаркет неподалеку от города Киева. Это компания Fosigroup. На сегодняшний день эта компания является самой крупной частной компанией в Украине. Больше 600 торговых точек в стране. Им принадлежат не просто отдельные супермаркеты, им принадлежат сети. То есть сеть Le Silepo это топовые магазины деликатесов. Самая, наверное, знаменитая это сеть супермаркетов Silepo, огромнейшая, 240, по-моему, супермаркетов по всей стране. Сеть магазинов у дома Fora, тоже огромнейшая сеть. Гипермаркеты оптовые Fosy, сеть аптек Bill Romashka, сеть магазинов мобильной связи Ringo. Это не все еще. То есть сеть чашечных ресторанов, хромой, хромой кто-то, я не помню, там. Ну и многих других бизнесов. Я просто не буду все эти бизнесы перечислять. Производственные бизнесы, это консервные заводы, переработка мяса и так далее. В общем, на сегодняшний день это совершенно огромная компания. И я могу сказать, что вот в тот момент, когда я с ними познакомился, больше 25 лет назад, у них работало около 350 человек всего. Это было всего 30, 350 человек. Это была совсем небольшая компания. Но они уже в этот момент довольно умело и умно применяли системные инструменты управления. И вот посмотрите на их результат. Я могу сказать, что подобная компания с подобного размера есть в России. Я просто владельцу бизнеса пообещал там публично не называть. Название его компании, он такой сниснительный человек, но там у него работает около 15 тысяч сотрудников. И тоже вот этот список их компаний и подразделений весьма впечатляющий. Ну и, конечно, множество компаний поменьше, так как только у нас больше 650 проектов. Это все замечательные, разные компании. Некоторых из них я вас назову. Результат внедрения. Что такое системный бизнес? Теперь давайте посмотрим. Знаете, вот путь, вы написали, что вы хотите внедрить. Но этот путь начинается с того, чтобы вы понимаете точно цель, точку, к которой мы должны прийти. Что такое системный бизнес? Это все сотрудники знают цели и идеологию компании. И они принимают это, им это нравится, они двигаются в этом направлении. Дальше. Каждый видит свои результаты, способен сам оценить свои результаты и понимает, что происходит с результатами других. Дальше. Все действия в компании хорошо согласованы между сотрудниками и подразделениями. У нас есть стабильно высокое качество предоставления услуг. У нас высокая платежеспособность, то есть у нас всегда достаточно денег, чтобы платить свои счета и обеспечивать все задачи, связанные с развитием. Компания растет от недели к неделе, от месяца к месяцу. Кстати, я могу вам сказать, моя собственная компания не исключение. В прошлом году мы сделали 47% роста, в этом году, на сегодняшний день, мы уже делаем порядка 62% роста. То есть у меня, за всю мою историю бизнеса, никогда годовой рост не опускался меньше 30%. Компания довольно быстро растет. При этом идеальность, что такое системный бизнес? Вы не участвуете в оперативке, вы занимаетесь вопросами развития. Кстати, между прочим, именно поэтому компания растет. Ну и все сотрудники увлечены, им очень нравится то, что это делает. Ваши результаты. В результате, когда вы строите эту систему, что вы получаете лично? Первое. Компания приобретает реальную стоимость, потому что когда ваши потенциальные инвесторы, потенциальные партнеры смотрят на вашу компанию, они видят, что это твердая штуковина, что за это можно заплатить деньги. Дальше. Вы получаете больше свободы в вашей жизни, перемещения, потому что заниматься вопросами развития не обязательно сидят только лишь в кабинете. Вы можете больше путешествовать, и это даже нужно для того, чтобы компания развивалась. Вы создаете прочный фундамент для масштабирования. Понимаете, когда есть порядок, этот порядок легко масштабировать. Хаос превращается только в масштабированный хаос по определению. Вы можете, в конце концов, выйти за рубеж. Я могу вам сказать, это довольно примечательно, но из 650 клиентов более сотни сейчас наших клиентов выходят на рынки с других стран, европейские, американские рынки. Те, у кого есть продукты, приемлемые для других стран, выходят очень легко на западные рынки. Конечно, вы сможете удерживать свою нишу. Это лучшая защита от конкуренции, это эффективность. Я это почувствовал еще в компании Герольтмастер, которая, в общем-то, из небольшой мастерской превратилась в самого крупного европейского производителя наград и сейчас поставляет во все практически страны Европы, в Россию, Украину, арабские страны, западный мир разрабатывает и поставляет награды. Ну и, в конце концов, ваша работа станет более кайфовой, потому что у вас будет больше творческой энергии, потому что, на самом деле, ничто так не изнуряет, как когда вам приходится возиться с тем, с чем вы не хотите возиться. Ну и вопрос, конечно же, в чем подвох. Как? Как? В чем подвох? Кстати, вопрос у меня к вам. Кто из вас хотел бы это получить? Кто из вас действительно хотел бы получить эту систему управления быстро, к тем целям, к тем датам, которые вы запланированы в полном объеме, чтобы достичь вот этого результата? Поставьте мне три плюсика, пожалуйста, в чат. У меня у самого уже рука тянется к тому, чтобы поставить себе три плюсика. У меня это уже есть, но я по-прежнему этого хочу. Спасибо. Спасибо, друзья. Так, ну ладно, в чем же подвох? Почему все компании не стали системными? Сейчас я вам расскажу, почему не все. Почему не все, кто хотел бы этого достичь, этого достигнут. Sorry. Теперь горькая правда жизни. Просто по той причине, что быть вдохновленным этим, иметь знания и внедрить, это разные вещи. Понимаете? Очень много людей начинают этот процесс, они энтузиазм угасает, сталкиваются с препятствиями, меняются приоритеты и так далее. То есть я могу вам сказать, построение системного бизнеса это не спринт, это не пробежать стометровку на одном дыхании, это марафон. Это довольно долгий марафон, тебе нужна отдыхалка, поддержка сообщества, друзей, консультанта, и ты должен понимать, что ты бежишь в марафон, потому что если ты разогнался, как на спринт, сдохнешь, не добежишь, однозначно. Конечно, нужна методика, нужна большая мотивация, ну, мотивация – это ваш бизнес, это ваше желание и так далее. И еще один важный момент, простой технический момент, когда я, кстати, об этом рассказываю, многие говорят, ооо, это невозможно. Нужно ваше время, нужно 8 часов в неделю. На всех моих проектах и на бизнес-бустере, в частности, для того, чтобы успешно пройти, владелец должен тратить от 8 до 10, там, 12 часов в неделю, каждую неделю, без перерыва, на протяжении больше, ну, от 6 до месяцев, до года. Каждую неделю, 8 часов нужно тратить на то, чтобы заниматься систематизацией бизнеса. Это не шуточка. И если где-то силы покинут его где-то на середине, ну, что ж, значит, это будет недовнедрение. Как понять, что вам нужно в это рвануть? Я думаю, что вы уже это понимаете. Представьте себе, если вы ничего не измените, представьте себе, что все останется так, как есть. Никакой системы, вы продолжаете работать в том же духе, как сейчас. Что будет через 12 месяцев? Представьте себе компанию, какой она будет без каких бы то ни было изменений ровно через 12 месяцев. Напишите в чат, устраивает вас это или нет. Хороший вопрос. А если уехал? А если уехал, тогда придется в следующую неделю потратить 16 часов. И ничего здесь не поделаешь на самом деле. Это математика. Потому что там есть темп, там есть определенный ритм. И, кстати, когда вы внедряете слишком медленно, вы мучаете себя и людей. Если вы когда-нибудь что-нибудь внедряли, друзья мои, например, вы внедрили с АРМ, потратили на это 4 месяца. А теперь просто представьте себе, что было бы, если бы вы то же самое делали 12 месяцев. Я могу сказать, что это внедрение было бы намного более трудоемким, а результаты больше не стали. Я рад, что вас это не устраивает, и вы ответили на этот вопрос. А теперь у меня к вам такой вопрос. Вы можете не писать ответ на бумаге, но просто представьте себе. Вот возьмите и представьте себе, что бы вы могли делать, как бы изменилась ваша жизнь, как бы изменился стиль вашей жизни, то, что вы делаете, если бы вы могли тратить на управление компанией, скажем, 2, может быть, 4 часа в неделю, занимаясь вопросами развития. Можете себе представить, что бы вы делали. Не надо писать в чате, а то вам начнут завидовать. Вот. Просто представьте. И вы знаете, кто-то представит, о, я бы для своей компании разработал еще вот такие продукты, о, а я бы еще усилил вот это. Кто-то представит, ну, хорошо, я бы больше посвящал времени семье. Окей, любой вопрос подходит. Главное, чтобы у вас была эмоциональная причина это сделать. Сколько времени понадобится для внедрения? Ну, могу вам сказать, когда человек идет и делает это своими силами, обычно это происходит несколько лет. Кстати, ваш покорный слуга, я не являюсь исключением, когда я самостоятельно внедрял первый раз инструменты управления, это заняло примерно полтора-два года, я измучил адски своих сотрудников, я измучился сам, и в конце концов я все это внедрил, но я потерял каких-то сотрудников, потому что я их сильно мучил, потому что я не знал, как правильно действовать. Но я дошел до результата. Результат того стоил, но теперь я могу это сделать за несколько месяцев, теперь я могу это сделать от полугода до года, представляете, сколько это сил экономит. Ну и второй вариант, конечно же, это консультанты, это внедрение с профессионалами, внедрение с консультантами, в этом случае это занимается с 6 до 12 месяцев, но подвох здесь такой, вам надо работать с теми, кто действительно умеет это делать. К сожалению, на рынке консалтинга есть разные люди, некоторые из них полны энтузиазма, они забывают вам только сказать о том, что они никогда этого раньше не делали, или они это делали всего год или два, и, ну понимаете, когда у вас цикл производства продукта занимает год, а вот у нас внедрение занимает от 6 месяцев до года, вы понимаете, что вы можете выйти на уровень экспертизы и профессионализма только через несколько лет, потому что вам надо несколько раз прокрутить эту пластинку, чтобы на самом деле это научиться делать. То есть, если кто-то говорит, о, вы знаете, я такой крутой, классный, я прочитал много книжек, у меня был прекрасный опыт, я придумал здесь новые продукты, новую программу, и давайте-ка все быстренько прыгнете на эту программу, ну, могу вам сказать, скорее всего, на вас будут экспериментировать. Наш бизнес-бустер это программа, которая разработана на основе 10-летнего опыта. Это не шутка, это действительно 650 проектов и 10 лет опыта. И я могу вам сказать, что не все эти проекты, естественно, были успешны, поэтому мы делаем выводы, совершенствуем, и это проверена штука. Так, и теперь, пожалуйста, если вы действительно, да, это все дистанционно, теперь, ну, не все, на самом деле я сейчас соврал, нет, это не все дистанционно, я об этом вам расскажу. А теперь я вас прошу, если вы действительно хотите узнать о том, как устроен бизнес-бустер, как он построен, почему он работает, что в него входит, и вы хотите, чтобы я ответил на все ваши вопросы в связи с этим, включая, сколько это стоит, напишите «хочу».